Добрый день! Представляю вас, Александр Викторович Молков. Спасибо. За встречу спасибо, за открытие Португалии спасибо. Португалию мы увидели первый раз. Я не знаю, когда бы мы сюда приехали, но красиво очень. После завтра поедем в Лиссабон, посмотрим, как здесь. Очень интересная страна, своими традициями хорошими, древними традициями, с вином, с открытием, мореплавателями вашими известными на весь мир. Приехали мы сюда из-за ресурсной медицины. Наталья у нас учится, она эксперт, она помогает мне даже консультировать людей в разных странах по вот такому оздоровлению, которое она представляет в своем офисе. Мы потом скажем адрес, кто-то из вас знает, где этот офис находится. Спасибо, Наталья, за встречу, за то, что организовали. Будем встречу проводить. Спасибо и вам. Три года я просила Александра Викторовича приехать к нам, и наконец-то он выбрал время ради вас, ради нас, для того, чтобы научить нас, вас, как правильно надо укаживать за своим здоровьем и как надо жить без лекарств, без операций, долго-долго, до 120-130 лет. Послушаем теперь Александра Викторовича. Окей. Я занимаюсь медициной всю жизнь. По основной профессии я абдоминальный хирург в животе. 15 лет у меня стаж большой. Научная работа по однорядному шву. Вот в такой медицине я появился как клиент, как и вы, наверное. Я пришел за здоровьем. Доктор болеет тоже. Я думаю, у вас доктора тоже имеют болезни. Имеют болезни же доктора, да? Да. Да. Так во всем мире. И расскажу почему. Я пришел, собственно, с проблемой позвоночника. У меня проблема позвоночника. Детская травма, перелом, компрессия. Мне предложили сразу оздоравливаться на такой подобной кровати. Потом позже появился такой тепловой ковер, который есть у Натальи в офисе. И вот она демонстрирует здесь. Это было 12 с лишним лет назад. Мне было где-то 32 года. Я уже был хороший хирург с опытом и очень болеющий доктор. Я себя быстро смог оздоровить. С тех пор, в 12 лет с лишним уже, занимаюсь двумя медицинами. Такой классической. Где доктора у вас тоже есть, как и везде. Сказали, что медицина здесь высокого уровня. Это очень классно. И вот такая медицина для дома, для здоровья, для каждодневного пользования. Для медицина. Очень интересная. За 12 лет мы... Чем я занимаюсь? Я консультирую, продолжаю тех людей, кто пользуется. Из разных компаний. Есть много компаний, которые производят такое оборудование. И находятся в Корее, в Китае, в Японии чуть-чуть. В той части мира. Занимаюсь преподаванием целой науки. Эту науку я ее описал. И сегодня обсуждаю с учеными на очень высоком уже уровне. На уровне академий, профессоров, академии медико-технических наук в Российской Федерации. Мы представили свой доклад в октябре по таким задачам, как самоизлечение диабета сахарного в домашних условиях. Самоизлечение гипертонии и профилактика рака. То есть, мы показали уже ученым, что человек, используя такое оборудование, может брать и выздоравливать от нереально больших болезней. То есть, те болезни, которые классически не лечатся. Почему так, я буду немножко сегодня рассказывать. За такой доклад, за достижение... А, что мы еще сделали для того, чтобы сделать доклад? Мы собираем истории. Факты выздоровления людей. С учеными только через факты можно вести диалог. Потому, я еще больше десяти лет назад начал собирать эти истории. Сегодня это просто сделать. Я беру, снимаю на телефон. Куда-то приезжаю и прошу сказать, чего не стало. Какая болезнь была, куда делась. Такие простые истории. Их много очень в YouTube. В Facebook можно смотреть. Мы их по запросам систематизировать уже начинаем. Вот такие факты мы представили ученым и разъяснили почему. Почему такая медицина сегодня способна. По гипертонии и по сахарному диабету. Это большая претензия на научное открытие. Такое открытие. Мы думаем уже, как бы подумаем, сейчас посоветуемся. Может быть, даже будем идти в сторону Нобелевского комитета. Потому, что это же две большие болезни, которые стоят сегодня в топе посмертности. Люди умирают во всем мире до сих пор. Я думаю, в Порту тоже умирают от инфарктов, инсультов. Умирают же? Во всей Португалии. Ну да. Статистика собирается в Всемирной организации здравоохранения. Наивысший, так сказать, орган во всем мире. И они показывают, что статистика растет. Сердечно-сосудистых проблем. Статистика растет. Сахарного диабета. Статистика растет. Рака. Онкология. Тоже покажу сегодня. Где едят? Здесь у вас много едят. Я немножко объясню, от чего бывает диабет. И от чего как бы исчезает. Почему может диабет исчезать сегодня у взрослых абсолютно. Мы такие факты документируем. Еще раз говорю. Еще мы очень большую тему показываем. Реабилитацию и выздоровление опорно-двигательной системы. Суставы и позвоночник. Тоже проблема, которая во всем мире растет. Количество замены суставов в Америке, например, в США увеличивается на порядок каждый год. То есть там плюс 10, плюс 15 процентов каждый год. Операция делается больше. Ну вот такая вот первая задача. Ну немножко о себе рассказал. Я продолжаю заниматься медициной классической немножко. И большей частью занимаюсь вот такой ресурсной. Еще пишу книги. Книгу на португальский мы готовы браться переводить. Но сейчас подумаем как это. Потому что в книге тоже я собираю опыт и объяснение. Показываю факты, показываю объяснения со стороны науки как ученый. Я сегодня занимаюсь как ученый, как преподаватель, как доктор. Хорошо знаю производство этих оборудований. Знаком с многими компаниями с самого начала. То есть как это оборудование производится вообще. Разного рода. Вы здесь потом можете посмотреть, пощупать, позвать вопросы Натали. Первый вопрос, который хотел я немножко открыть, показать. Чем отличаются две медицины? Те две медицины, в которых я сегодня работаю, они принципиально отличаются. Потому что медицина классическая. Вот та самая, где доктор в белом халате сидит. Эта медицина, такой ее значок есть. Змея со стаканчиком у вас тоже так? Да. Это общепринятый значок. Змея сдает яд для того, чтобы было людям хорошо. Ну а здесь ресурсная медицина. Вот та самая, которой занимаюсь я. В чем большое отличие? Здесь в основе стоит диагноз все-таки. Больше 200 лет медики, доктора привязывают все свои стратегии к установленному диагнозу. Нужен диагноз. Тем более, если медицина страховая, то страховые компании могут одобрить назначение лекарств только после того, когда есть диагноз. После того, когда установлен диагноз, в классической медицине есть две методики. Две методики. Это химические препараты, фармацевтические препараты, которые по сути являются ядом. Тем самым ядом, который сдает змея. Все лекарства ядовитые. Так или иначе. То есть их можно применять только в определенной дозе, не больше. Или нож. Острая хирургическая практика. Вот такие две стратегии вообще в медицине во всем мире. Ни Португалия, ни другая страна в этом не уникальны. Вот так работают доктора сегодня. Нужно поставить диагноз, нужно применить одну или другую стратегию. Чем отличается ресурсная медицина? Такой подход. А, ну еще что. Здесь самый грамотный человек это доктор. Доктор. То есть если вы спросите вот тот самый умный здесь, конечно же не обыватель. Конечно не гражданин. Доктор здесь самый умный. И это правильно. И еще, наверное, одна особенность этой медицины. То, что в ней надо появляться, если я человек просто, то я туда хожу только когда нужно. Ну два раза в году, например. Сколько вас принято ходить к семейному врачу? Два раза в году? Один раз хотя бы. Один? Ну хотя бы один. Хорошо два раза. То есть два раза в году я вспоминаю, что есть здоровье. Медицина ресурсная, она отличается принципиально, потому что диагноз как бы не нужен. Нужно понимать, что, например, есть в организме ресурсы. Ресурсы есть. И я за этими ресурсами как-то должен ухаживать. Я немножко расскажу, чем принципиально отличается такой подход. Диагноз здесь как бы не нужен, потому что про здоровье надо думать чуть раньше. Я сейчас покажу почему. Чем есть болезнь. Лекарствами является организм, ресурсы. Мои собственные ресурсы. У меня есть иммунитет. На примере иммунитета я покажу идею оздоровления иммунитета. Когда поломан иммунитет, могут появляться ряд болезней. И вы их, наверное, знаете. Когда сломается иммунитет, то какие болезни могут появиться? Какие? Нет, не любые. Инфекционные. Еще какие? Еще какие? Вот если иммунитет долго плохой, что может появиться? Чем это опасно? Онкология. Обмен веществ не привязан к нервной системе, не к иммунитету. Аллергические болезни, например, такие как бронхиальная астма, кожные аллергии. К поломанному иммунитету привязаны, в общем-то, все хронические болезни. Если болезнь началась и не ушла, стала хронической форме, вот это иммунитет. Даже одной онкологии достаточно, чтобы понять, что иммунитет важен. А вот теперь задаю практически вопрос каждому из вас. Лично. Вы сейчас можете сказать, какой у вас иммунитет? А когда вы сможете про него что-нибудь сказать? Нормальный, нет никаких. Что мы болеем постоянно. Чем вы его меряли сегодня? Ничем. Какой он у вас? Хорошо. Я, например, не болел, прошел год, я не заболела никаким вирусным заболеванием, никакой простой. Окей. Окей, норм. Теперь посмотрите на вот эту картинку. На эту картинку. Потому что вы сейчас рассказываете классический взгляд врача. Диагноза нет, значит человек здоров. Я правильно слышу? Если врач высказывается, в каждом управляющем. Конечно, что нет. Если нет диагноза, ты здоров. Я показываю эту картинку. Вот здесь человек абсолютно здоров. Вот здесь ему поставили диагноз. Вы же понимаете, что, прежде чем поставить диагноз, болезнь как-то развивалась. В немой стадии. Окей. Например, вот здесь можно поставить диагноз онкологии, рака. Слушайте внимательно. Я картинку показываю для детей даже, понятно. Вот здесь диагноз рака я, как онколог, могу установить. Когда я ставлю диагноз рак, любой онколог в мире понимает, что опухоль развивается уже 3 года или 5 лет. Как себя здесь чувствует человек? Неплохо. Это компенсированная стадия до клинического развития болезни. Неплохо. Вот здесь организовалась одна раковая клетка. Вот вам задам вопрос еще один. Немножко попытаемся думать свободно. Мы свободной стороне. У кого из вас есть раковая клетка? У меня у вас вопрос. Может спящие у всех есть? Задам еще раз вопрос, услышите как? У кого из вас точно есть раковая клетка? У всех есть. Чем вы ее меряли, находили? В общем, мнение такое, что есть эти клетки. А сами мои дни не меряли, не знаю. Спят. Еще раз. Еще раз прошу, чтобы вы обратили внимание на вот эту простую табличечку. И попытались думать своей собственной головой, которая человеку нужна. Я как онколог понимаю, что вот здесь я только могу установить диагноз рак. Вот здесь я не могу установить диагноз рак. Вся наука онкологическая не умеет устанавливать диагноз одной раковой клетки, двух, восьми, шестнадцати. Только незадолго до того, как обнаружить опухоль, мы можем обнаружить в крови реакцию иммунитета. Иммуноферментный анализ. Все онкологи всего мира умеют диагноз рак ставить здесь. Никто в мире не умеет диагноз рак ставить три года. И человек вот здесь чувствует себя неплохо. Он себя начинает плохо чувствовать, когда опухоль манифестирует. Причем, когда онколог приходит и предлагает свои методы лечения, во всем мире выживут всего тридцать процентов людей. В Японии, в Германии, в Израиле тоже тридцать. Тридцать-сорок в различных болезнях раковых. Я почему это говорю? И причем, где я бываю, задаю один и тот же вопрос, как вам сейчас задал. Если у вас раковая клетка одна, все люди говорят есть, хотя никогда не мерили. Но они убеждены, что есть. Она может быть, может и не быть. Иммунитет ее должен обнаружить. Но в определенных случаях иммунитет не может ее обнаружить, когда он слабый. И моя первая мысль была о том, что вы не можете сейчас сказать, в каком состоянии у вас иммунитет от должных 100%. Нет такого измерительного прибора диагностики для иммунитета. Чтобы я сегодня встал и сказал утром, у меня иммунитет 100%, потому что у меня ничего не болит. Вот здесь иммунитет может падать, и у человека ничего не болит. Нет болезни, нет диагноза. Это так называемая доклиническая стадия, которую знает любой доктор, что есть доклиническая стадия, например, у гипертонии. Первый раз человеку ставят диагноз гипертонии здесь, полгода, год или два года он развивается в стрессе и еще не гипертоник. Или же, например, когда человек идет на диагностику и обнаруживает, допустим, грыжу межпозвоночного диска, то этой грыжи вот здесь, вот здесь он делает МРТ, видна грыжа, этой грыжи уже тоже где-то 5-7 лет. 5-7 лет грыжи уже на сегодняшний день. Я говорю про как раз то направление в оздоровлении, которое в принципе можно называть здоровьем. Еще раз скажу, стадии третьей включается медицина классическая, и она должна работать. Это хорошо, когда она на высоком уровне. Но если я хочу сегодня поставить задачу, например, не болеть раком, в принципе, это возможно. Мы это показали ученым и показали именно основываясь на этой схеме. А ученые не могут в этом спорить. Это классический взгляд. Послушайте, как сформулируем мысь. Чтобы не болеть раком, надо заботиться про свой иммунитет, когда все хорошо. Когда все хорошо. Вот человеку надо сказать, ты должен со своим иммунитетом работать тогда, когда все хорошо. Любого человека в порту я по здоровому на улице остановлю, скажу, слушай, давайте я пойду расскажу, где иммунитет хороший. Он скажет, у меня все хорошо. Так тебе надо работать, когда все хорошо. Когда ты пойдешь в доктор и у тебя диагноз, ты уже в третьей стадии. Задаю вопрос очень простой. Где лучше применять свои усилия человеческие? В стадии 3 или в стадии 2? Два. Все люди как один говорят два, лучше один. И еще задаю вопрос один. Даже если я как доктор, ну давайте немножко вам приоткрою тайну. Я как доктор заинтересован, чтобы люди находили в стадии 3 или в стадии 2? В стадии 3. Да, я как доктор. В четвертый. Поймите только меня правильно. Я без, как бы сказать, без оскорбления в медицине. Но я как хирург, когда я смотрю на человека, я ищу в нем болезнь. Которую я могу прооперировать. Это мои навыки. Это за это мне платят деньги. Я когда оперирую. Когда ко мне приходит человек в стадии 2 или в стадии 1, ну я как доктор ему бесполезен. Ты, давай мы подождем, пока у тебя будет стадия 3. И тогда мы тобой будем заниматься. Этот тренд нормальный сегодня, он набирает обороты. Во всем мире причем. Люди понимают, что лучше приложить усилия к себе тогда, когда все еще хорошо. Сложность в чем? Сложность в том, что здорового надо заставить что-то делать. А он же здоровый, у него ничего не болит. И он надо заставить что-то делать, чтобы дальше было все хорошо. Особенно это очень видно на детях. Когда мы становимся чуть старше, уже у нас появляются болезни. А дети еще молодые. И у них ничего не болит. И вот я ложусь на кровать, чтобы оздоравливать свой позвоночник. Или ложусь, сплю на ковер, чтобы ночью оздоравливать позвоночник. И заставляю ребенка делать то же самое. Он не хочет. Потому что у меня уже была травма, была проблема, были осложнения. Да, я понимаю, зачем это мне надо. А ребенку это не надо, не хочется. В этом отличие подхода медицины классической и ресурсной. Для ресурсной медицины важно понимать, что организм это не просто что-то такое, где надо только что дождаться появления болезни. Организм, кстати, состоит из, наш с вами организм состоит где-то из двух или пяти триллионов клеток. Еще одна очень интересная такая мысль, хочу вам ее показать. Триллион клеток это 12 нулей. Это очень много. Очень много. Эти два или пять триллионов клеток за год, за один год обновляются полностью на 90 процентов. Происходит регенерация этих клеток. Вы это знаете? Да. То есть вот сегодня, когда я стою здесь. Это простая математика, прикладная математика здоровья для себя дома. Это не докторская медицина, еще раз говорю. Я как доктор знаю, что у каждого из вас от двух до пяти триллионов клеток. Но меня интересует диагноз, а не ваши клетки. Как доктора в белом халате, хирурга, я умею делать операции. Меня два триллиона ваших клеток не интересует. Это ваша личная забота. Это медицина докторская, где в начале есть болезнь. А это медицина, где ты только сам можешь за это отвечать. Я хочу про клетки немножко сказать. Я хозяин вот этих двух триллионов клеток. Я собственно и есть сумма этих клеток. Мое здоровье сегодня это сумма здоровья всех этих клеток. Причем, мое здоровье сегодня это здоровье, на которое я влиял в течение года или не влиял. Вот у меня клетки живут. Я могу им помогать хорошо жить, могу не помогать. Эти клетки имеют несколько таких жизненных задач. Люди обычно требуют от них только, чтобы клетки работали. Я правильно говорю? У вас тоже так, да? У вашей клетки кожи должны на вас работать. У вашей клетки в мышцах должны работать. Пищеварительный тракт должен работать. Глаза должны работать. Мозг должен работать. Мы ставим только одну задачу. У клетки должны работать. Есть у клеток еще несколько задач. Они хотят кушать. Еда. Для них должна быть еда. Они когда покушали... Что они после этого делают? Когда покушали? Не, не, не. Когда они покушали, они потом опорожняются. Они же выводят токсины. Слушайте. Оказывается, два триллиона клеток. Они не только должны работать. Они едят и гадят в меня. В меня сегодня, прямо сейчас гадят два триллиона клеток. Как каждый из вас. Вам до этого есть дело? Я сейчас вас спрошу. Они еще размножаются. И, например, то, как клетки размножаются... Понимаем. Они размножаются. Вот за год 90 клеток процентов умрут. Они еще умирают. Умирают клетки. Их надо потом вывозить. Они еще размножаются. Вопрос, в каких условиях они размножаются? Если клетки размножаются в плохих условиях, появляется рак. Все очень просто. А теперь я задаю вопрос. Всем причем. Своим студентам задаю вопрос. Людям, с которыми я встречаюсь, задаю вопрос. Я, как хозяин клеток, хочу, чтобы они работали. А вот они должны еще вот здесь делать. И от ста процентов должного, на что я влияю сегодня? Вот я хозяин своих двух триллионов клеток. На что я влияю? В этом вопросе еще есть вопрос. Сколько раз в году я на это должен влиять? Сколько часто? На все эти процессы. Еда, выведение токсинов. Два раза в год или каждый день? Каждый день. Видите, вы как все люди на планете Земля. Ничего сложного нет. Еще раз посмотрите. Я принципиально рисую эту картинку всегда. Потому что есть медициноболезни, где есть диагноз и два раза в году ты должен прийти, чтобы у тебя обнаружили третью стадию или еще не третью. Есть другой подход, где я понимаю, что я состою из множества клеток. Я понимаю, что за ними надо ухаживать каждый день. То есть на бытовом уровне. Как умываться, чистить зубы, бриться, мыться. Вот так вот должно все происходить. И это называется ресурсный подход здоровья. Если правильно сказать, то вот эту медицину надо назвать медициноболезней. Классическая медицина. Она не является медициной здоровья. А медицина здоровья, ее как бы и нет до сих пор. Ее нигде не преподают медицину здоровья. Я на нескольких примерах сейчас вам покажу. И мы не привыкли думать категориями здоровья. Когда мы начинаем говорить про здоровье, мы сразу начинаем хвастаться диагнозами. А у меня болезнь такая, а у меня такая, а я болел этим, а мой родственник болел этим. И это как раз классический авторитет. Потому что доктора, когда собираются, они тоже говорят про болезнь. У них даже пациенты не по фамилии называются, а по болезни. Вы знаете об этом? Не знали. Не знали. Ладно, все, не буду рассказывать. Помним, но говорим мы друг с другом именно про болезнь. Я немножко сейчас хотел показать вам отличие. Отличие, ну подчеркивая, отличие таких двух подходов. Я называю специально, что это болезнь, это здоровье. Раз. Что здесь ответственный доктор, а здесь ответственный только я. И доктор ответственный, ну условно говоря, два раза в году, а здесь 365 раз в году. Я за себя должен отвечать. В частности, вот за иммунитет. То, что я вас хотел сначала расспросить. Знаете ли вы, что иммунитет где-то рождается в организме? А потом он где-то тратится, а потом он чем-то контролируется, а потом ими еще можно управлять. Знаете ли вы, где иммунитет в вашем организме растрачивается больше всего? Расстраивание. Пищеварение. 70% пищеварение. Потому мысль про то, что нужно правильную еду кушать для иммунитета, это хорошая мысль? Да. Только что вы абсолютно две парадоксальные мысли соединили вместе, просто так и есть. Еще раз говорю. Для того, чтобы иммунитет тратится больше всего в животе. И я на этом могу управлять. Про живот. Я могу думать про живот. Важно ли для живота правильно кушать или правильно опорожняться, например? Да просто. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Или наоборот. А оно чуть-чуть. Хорошо. Хорошо. Давайте представим, что я желудок. Вот я ваш желудок. Так будет проще. Я ваш желудок. Вы хотите, чтобы я на вас работал. Правильно? Так? И для этого вы в меня еду вкладываете. Кушаете. Это моя задача. А если бы я мог говорить, я бы сказал, что мне хочется. Как желудок. Я желудок. Еще раз. Я желудок ваш. Работа моя, когда вы кушаете. А с чего начинается мой отдых и восстановление? Ну конечно. Не может же быть для меня работа еда, а отдых тоже еда. Так не бывает. Для органов, которые есть в нашем животе. Целый слайдик покажу. Идея здоровья начинается не с того, что мы съели. А с того, как мы опорожнили этот орган. У органов любого должно быть время пустое. Это касается и желудка. И кишечника. И матки. И простаты мужской, например. И бронхов. Все органы должны переживать паузу. Пустоты. И мы к этому не приучены. Нам навязали идею. Причем очень долго. Наверное. 100 лет навязывают. Может быть 60. Про то, что главное в этой жизни есть правильную еду. И нигде вы не прочитаете ни в какой книге. И не посмотрите в телевизор, чтобы вас обучали правильно ходить в туалет. Где вас в последний раз об этом обучали? Есть такие, да? Хорошо. Коллеги. Хорошо. 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 Доктор. Хорошо. Отлично. 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 Я хотел бы, чтобы вы мне потом с ним познакомили. Надо познакомить ваш. Я его познаю. Отлично. Иммунитет где тратится в животе? А где иммунитет рождается? Нет. Красный. Красный. Который находится в позвонках. О котором знают гематологи. Дошли мы до таких понятий, как иммунитет, ресурс, как основа моего здоровья. Я подчеркну то, что мы уже смогли обсудить. В нашем организме есть некоторые ресурсы, которыми должен управлять лично я, а не доктор. Любой классический доктор, даже если он самый хороший доктор, и он очень меня любит, и я к нему хожу два раза в году, он не будет управлять моими ресурсами. Он не будет управлять качеством жизни всех моих двух триллионов клеток. Это могу делать исключительно я, на бытовом уровне каждый день. По этому поводу у меня должно быть как минимум две вещи, я понимаю. Знания и технологии. Знания в медицине классической про ресурсное здоровье отсутствуют. Мы его учим буквально первые два года, медики, доктора. И потом мы уходим от этой ресурсной медицины и учим медицину болезней. Технологии про ресурсное здоровье, они как бы есть кое-где, причем с разных сторон развиваются. Но мы сегодня вложили их в целую науку, которая с математической точностью может человеку позволить программировать свое здоровье. Программировать свое личное здоровье. Своё личное здоровье могу программировать я и на примере иммунитета пытаюсь показать как. Когда я знаю про свой иммунитет, который мне нужен не просто, чтобы не допускать инфекции, он мне нужен. Задачей иммунитета является также поиск раковых клеток, тогда когда она одна или когда их две. Не тогда, когда уже выросла опухоль и должен прийти онколог, а когда одна, две, четыре, восемь клеточек. В это время человек, как я уже сказал выше, чувствует себя хорошо. А иммунитет должен быть достаточно хороший, чтобы найти. Ему можно помогать, например, применяя такую процедуру прижигания, которая вот есть в этих приборах. Процедура прижигания, во время которой выделяется белок теплового шока в кровь. Тот самый белок теплового шока, который уже сегодня протестировали и запускают в серийное производство как лекарство против рака. И вот на стадии той самой 2, где болезни еще нету, я могу брать и на стадии 2. Я могу вот здесь просто сделать хорошие вещи для своего иммунитета, плюс прижигание. И забыть вообще про рак. Программировано себе сделать так, что рака никогда не будет. Сегодня мы преподаем такую науку, показываем, что в общем-то рак можно забыть вообще. Но для этого доктор-онколог не поможет. Онколог может прийти, когда рак есть. А чтобы рака не было, онколог не поможет. Хотя он самый грамотный в онкологии. Но он самый грамотный в стадии 3. А в стадии 2 медицина не развивалась никогда классическая. Это в общем-то задача каждого человека. Про иммунитет. На примере иммунитета я хочу немножко еще раз вернуться. Итак, каждый день с иммунитетом с моим происходит одно и то же. Одно и то же. В течение дня что происходит с иммунитетом? С моим, с вашим, с нашими детьми что происходит? Что в течение дня с иммунитетом? Вы его просто уничтожаете. Прежде всего вы уничтожаете иммунитет чем давайте хором скажем? Едой. Причем даже если она красивая. Даже если она вот просто такая что... Эта еда убивать будет иммунитет. Это номер один. 70% иммунитета в любом случае будут потрачены на еду. Еще иммунитет тратится из-за того что мозг живет в стрессе. Отдельно об этом скажем. Еще иммунитет тратится потому что я выхожу в грязное пространство где много инфекций и так далее. Это происходит каждый день. К концу дня мой иммунитет плохой. За ночь он должен родиться и этому я должен способствовать или не способствую. Способствую или не способствую я рождению иммунитета хорошего. Это моя задача сколько раз в году? Каждую ночь. А теперь давайте сделаем статистику. В порту живет где-то больше 200 тысяч. 400. А смотря какой порт убрать большой или маленький. 400 тысяч. Вот 400 тысяч населения в порту. Сколько процентов людей в порту. Взрослых, сознательных. Ухаживают каждый вечер за своим позвоночником. Чтобы родился иммунитет. Назовите цифру. Ну приблизительно. Сколько? 10 процентов ухаживают? Нет. Нет. Ну пусть будет 5 процентов. Так вот если в порту среди 400 тысяч населения людей. 5 процентов может быть ухаживают как-то за рождением иммунитета. Я как доктор могу спрогнозировать, что заболеваемость онкологией, хроническими болезнями и аллергиями не будет уменьшаться в порту. Люди не работают со своим иммунитетом. Потому сегодня по факту Всемирная организация здравоохранения показывает повышение статистики. Я тоже могу и показывать. Потому что люди не работают на свой иммунитет. Люди ждут стадию 3. И когда будет что-то плохое идут доктор. Привожу пример. Консультирую в том числе мам. Мам. У которых дети часто болеют. Они мне звонят, пишут, консультируют. Помогите вызвать ребенка. У ребенка бронхит, потом аллергия, потом астма. Я начинаю с мамой общаться. Причем мама такая опытная. 8 лет у нее ребенок например болеет. 10 лет живет, 8 болеет. Опытная мама. Вот она считает, что она бог в иммунитете. Я ей объясняю. Мама. Ну поймите. У вашего ребенка что плохо в организме? Она говорит. Как что? Иммунитет. Я знаю. Я опытная мама. И дальше пока мы беседуем. Доходим до момента. Что я ей задаю вопрос. Тоже который я задаю сейчас вам. А где иммунитет начинается у ребенка? И тут мама плывет. И рассказали про какую-то еду. Про какие-то йогурты. Про какие-то препараты. Иммуномодуляторы, симуляторы. А мама должна знать про ребенка первое. Что ее иммунитет и ребенка рождается в позвоночнике. И туда надо приложить усилия. Сколько часто? Каждый день. С этого момента у мамы конфликт. Она же опытная мама. Она же переходила ко всем докторам в городе. Ко всем профессорам даже переходила. Ей все сказали, что поломан иммунитет. Ее все лечат. Лечат болезнь. Мы такой маме предлагаем первое. Я говорю, слушайте. Вы опытная. Я готов признать, что вы опытная в болезни. Вы опытная вокруг болезней. Вы можете много мне рассказывать про болезнь своего ребенка. Вас так научили доктора. Но вы абсолютно не имеете опыта. В здоровье своего ребенка. Хотя мама свято верит, что она 8 лет. На здоровье ребенка работает. А по ходу она работает на болезнь. Не на здоровье. И вот здесь обычно некоторые мамы на меня ругаются. Бывает даже хуже. Это касается тех же людей с диабетом, например, с сахарным. Когда люди имеют опыт большой сахарного диабета. Они себе там знают инсулин, как колоть, как сахар смотреть, какие профилактики делать. И я предлагаю взять и начинать выздоравливать от диабета. Но это я не знаю, с чем сравнить. Вот человек с диабетом, он не может из своих рук выпустить диабет. Это же мой диабет. Я его 15 лет изучаю. Я говорю, как я могу его оставить? Я говорю, слушай, ну ты диабет знаешь? Да. Поживающую железу, давай я тебе расскажу, как она живет. Люди с диабетом. У них же основа не выделяется инсулин. Знаете вы об этом, да? При диабете. Основа не выделяется инсулин. Вопрос. Когда диабет появляется у взрослых? У них не выделяется инсулин. Я же задаю вопрос. Слушай, ну ты же 50 лет с нормальным инсулином жил? Да. Что не так в твоей поджелудочной железе? Скажи им. Ты знаешь хорошо 15 лет диабет. Но поджелудочная железа не выделяет нормальное количество инсулин. Расскажи, что ей не хватает? Ни один диабетик в мире мне еще не рассказал что-то нормальное про поджелудочную железу. Про диабет все могут рассказать. Про поджелудочную железу ничего. Вы мне можете рассказать про диабет? Есть среди вас люди, с которых есть диабет? Хорошо, давайте так спрошу. Есть у вас среди вас люди, которые находятся в группе риска по диабету? Стресс, лишний вес, проблемы пищеварительного тракта. Это группа риска. Есть среди вас такие? Все мне стресса. Все позитивные. Все позитивные. Я понял. Все позитивные. Вернусь к этой картинке. Еще раз, еще раз. Тихо, тихо, тихо. Еще час и мы с вами заговорим на хорошем языке. Я вам предлагаю этот язык. Смотрите. Человек, который живет вот здесь, он понимает, что диабет это уровень сахара высокий. Берем, открываем науку, и наука пишет, да, когда человек просто живет в городе, он уже в группе риска. Когда он не ходит босиком по земле, он в группе риска. Когда он не допивает воды, он в группе риска. Когда у него густая кровь из-за того, что он живет в городе, не ходит по земле, он в группе риска. Когда он за 40, он в группе риска. Когда у него лишний вес, он в группе риска. Когда у него проблемы пищеварительного тракта, он в группе риска. Вы понимаете, что вы все здесь? Вы позитивные, да, хорошо, но вы все здесь. И я с вами здесь. Давайте я скажу, я здесь. Потому мне не хочется идти сюда. Мне хочется сделать все здесь, чтобы никогда сюда не прийти. Есть эндокринологи в мире. Эндокринологи меня ждут вот здесь. Они хорошие. Они научат людей с диабетом жить. Так, чтобы себя чувствовать неплохо. Но я же нормальный. Я же хочу сюда не ходить. Я хочу здесь. Я хочу здесь быть всегда. Потому когда я говорю про сахарный диабет, я заставляю людей без диабета тоже внимательно слушать. Потому что все в группе риска. Большинство взрослые люди, живущие в большом городе, это группа риска по диабету. Сейчас, 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 подождите. Притом я спрашиваю вот как у вас. У вас ни у кого диабета нет. Я говорю, вы пообщайтесь с людьми с диабетом. Вот они с диабетом, например, здесь. А когда-то они были здесь. Ну что они думали здесь? Они думали, как вы. Диабет никогда не придет. Он будет приходить другим, но не ко мне. И пока сахар не повышен, все хорошо. Они примерно думают по такой модели, которая приучает доктора думать про диабет. Про диабет я рисую, рисую один интересный рисуночек, как пример. Я его нарисую. Потому что диабет одна из пяти болезней, которые сегодня убивают людей. Больше всего. Есть пять ключевых, ну пять-семь ключевых болезней. Первая из них гипертония, конечно. Мы сейчас к ней тоже вернемся. Вторая это онкология. На третьем месте стоят травмы. И вот четвертая занимает диабет или делит его с инфекциями, смотря в какой стране. Диабет в пятерку попадает. Живет себе пожилочная железа в животе. И она выделяет сок пищеварительный, инсулин в кровь. Ну, грубо говоря, две задачи. Две задачи у нее – выделять гормоны в кровь и пищеварительный сок. Но у нее есть желание. И если бы она умела говорить, она бы сказала, что ей хочется. И вот так людей никто не учит жить. Медицина не учит так жить. Еще раз говорю, я общаюсь с людьми, у которых есть диабет, у которых есть проблемы пищеварительного тракта, у которых есть органы. У вас же есть органы. А вы с ними часто разговариваете? Не говорите с органами? Да. Когда орган болит, он кричит уже. Когда орган не болит, он тоже может говорить. Но если подумать, если взять науку и подумать, то этот орган скажет очень просто. Этот орган скажет вот что. Ему нужна кровь, ему нужен иммунитет этому органу. Кровь нужна, чтобы происходила регенерация. Иммунитет нужен, чтобы защищать от инфекций. Хорошо работающие нервы и привязанный к ним головной мозг нужны как раз для того, чтобы контролировать уровень выработки иммунитета. Допустим, если человек попал в стресс и при этом пожилочная железа абсолютно нормальная, то вот только попал в стресс и не вышел, уже достаточно, чтобы диабет был. Железа здорова, попал человек в стресс, и все, начинается диабет. Самый простой вариант. Или же диабет может начинаться от атеросклероза. Нарушен кровоток. По поводу кровотока в животе давайте еще один вам вопрос в математической точности задам. Вы скажите, какой у вас кровоток в животе от должного? Должно быть 100%. Сколько у вас? Никак. По УЗИ можно косвенно понимать, по-хорошему УЗИ. Когда люди узнают, что у них плохой кровоток? Когда что-то болит, и не просто болит. Вот, например, когда я как хирург удаляю часть органа, то я понимаю, удаляю я язву, в этом органе уже много лет плохой кровоток. Я язву удаляю. Ну, там был плохой кровоток. Человек знал об этом? Нет. На больших стадиях не знал. Несколько лет он не знал. Потом у него что-то дискомфорт, он пробовал лечить. Потом он дожился до болезни, я ее удаляю. Про кровоток в животе люди тоже ничего не знают. А я предлагаю сегодня как раз вот этот ресурсный подход. Почему он интересен? Потому что он очень перспективный. Я могу программировать. Я не хочу ждать, пока будет плохой кровоток. Я просто делаю каждый день что-то для кровотока. Что-то важное, хорошее делаю для кровотока. Для иммунитета. Пожелочная железа попадает в проблемы по иммунитету просто потому, что пищеварение – это грязная самая часть в организме. И этого достаточно. Не надо далеко ходить, искать каких-то хронических инфекций. Они всегда в пищеварении есть. И если я просто прозевал по иммунитету, это уже может быть повод для хронического панкреатита и дальше. Стресс – один из факторов, который вызывает. Ущемление нервов в позвоночнике – это один из факторов, который вызывает дискомфорт и болезни органов. Например, привожу здесь очень важный пример, который никто не знает абсолютно. Про женские органы. Интересно. Женские. Когда надо думать про женские органы? Чтобы они были здоровы. С самого детства. Не всегда. И не с самого детства. А с какого возраста? С 12 лет. Ну, где-то тогда. Когда 10-12 лет. У девочки начинает развиваться матка. Яичники. И у нее потом будут ходить месячные. И в это время девочке 10-12 лет. Голова перегружена. Какой? В 10-12 лет. Очень. Заставляют родителей учиться. У них появляется дифференцировка на мальчиков-девочек. Влюбленности, лидеры. Эта девочка много сидит. Перегружает поясничный отдел. Потому что учится. То есть у нее здесь плохо. На уровне поясницы плохо. Я так же точно, как для пожилых, что только для матки. С иммунитетом что у нее? Падает. Тоже падает. Она же постоянно в неухоженном позвоночнике. Кровоток в животе у нее тоже плохой. Опорожняться ее никто не учил. Органу надо опорожняться, чтобы было хорошо. Потом девочки еще к тому же пьют мало воды, чтобы не ждать очереди в туалете. Я правильно говорю? Значит у них затруднение, порожнение по умолчанию. Почему запоры у чащего женщин? Потому что очереди в туалете больше. Очень просто. И такая девочка начинает созревать внизу. Вот здесь все начало созревать и здесь начало созревать. Кто знает про ее вот эти необходимости, ее органы? Мама, папа, учитель или она сама? Кто? Никто. Могу я спрогнозировать, как дальше будет с родами, с удовлетворенностью, с месячными, с сексуальными расстройствами? Могу я спрогнозировать, что будет хуже? Да. Да. Просто потому, что про девочку в 12 лет никто не думает. И надо про нее подумать. То же самое в режиме кино. На каждодневном уровне. Надо подумать, как эти органы матку надо приучать сокращаться и расслабляться. Потому что матка в месячных должна сократиться правильно. Правильно это с левого угла. И вот так вот. А бывает из-за стресса или из-за порохового позвоночника матка может дискоординированно сократиться. И месячные уже у девочки, которая не жила половой жизнью, пойдут неправильно, болезненно. Месячные будут выливаться через трубу в живот. О чем никто не знает. Вы же женщины тоже об этом не знают. Что у вас внешняя среда через влагалище, матку, через трубу сообщается с животом. Напрямую. И месячные, если не пойдут туда, если матка в шейке сократилась, спазмировалась. А в это время месячные. То месячные могут затекать в трубу. Вызывая боль, спайка образования. И дальше склерокистос, яичников, бесплодие, синдромы болезненных домесячных, после, во время и так далее. Матка потом не умеет во время беременности расслабиться. Она постоянно идет, выкидыш. Матка не умеет во время родов сократиться нормально. Слабость родовой деятельности, кесарь и рассечение. И это все с какого времени должно начинаться? С 10-12 лет мы должны поставить задачу вырастить нормальную девочку. Которая станет нормальной женой, мамой потом и будет жить счастливой. Но ее потом, она потом, конечно же, будет клиенткой у гинеколога. На всю жизнь причем. А всего-навсего, когда-то кто-то ее должен научить разговаривать с маткой. То есть понять, как матка думает. Или понять, как пожилочная железа думает. Этому кто-то должен научить. Причем не просто научить дать знания, а дать технологии. Вот чем ресурсная медицина хороша? Есть знания, есть технологии. Она очень практичная, научно-прикладная такая вот ресурсная медицина. По поводу здоровья органов в животе. У нас есть тоже выверенный абсолютно подход. Как с этим органом быть, если он нездоров. Например, при диабете. Вернусь к диабету. Приходит человек с диабетом. Я ему первый раз в жизни рассказываю, как живет и думает пожилочная железа. Он в шоке. Все в шоке. Но сначала им самое сложное, это отпустить диабет. Это мой диабет, они кричат. Я говорю, подожди, через полгода у тебя его не будет. Ему надо представить, что может не быть диабета. Потом учу общаться с органом. Каждый день дай кровоток органу. Есть тепловые приборы. Они нагревают. Они улучшают само качество крови. Отвлекусь еще на качество крови. И вспомню того самого Чижевского, медаль которого у меня есть как наивысшая награда. Александр Чижевский 80 лет назад объясняет всему миру, и до сих пор никто не сказал по-другому. То, что он сказал, право. К концу дня у всех людей кровь грязная и густая. Вы об этом знаете? Какие бы вы хорошие, милые не были, как бы вы хорошо не жили, даже если на берегу океана хороший климат, то у вас все равно к концу дня кровь густая и грязная. Эту задачу Чижевский поставил в 30-е годы. Прошло 80 с лишним лет, и до сих пор эта задача стоит. Причем все люди это знают, что кровь густая, что надо принимать разжижающие препараты, что это приводит к тромбозам, к атеросклерозам и так далее. Но что это нужно делать каждый вечер, люди не знают. Со всеми людьми в разных странах общаюсь, задаю тоже вопрос, они говорят, ну я же пью препарат. Мне же назначил доктор препарат, я пью препарат. Препарат пить правильно, когда кровь густая? Хороший вопрос. А вы читали к нему аннотацию про разжижение крови? Ну вы тоже телевизору верите. Все люди во всем мире верят в телевизор. В аптеках не существует препаратов для разжижения крови. Это надо записать. Все препараты, которые влияют на качество крови, они тормозят свертывание. То есть кровь, когда густая, она хочет свернуться в тромб. И все препараты в аптеке не дают сворачиваться тромбом. И в это время кровь остается густой. То есть кровь вязкая и плохо сворачивается в тромб. Вот что происходит с препаратом. Чижевский тогда еще доказал, что для разжижения крови нужно достаточное количество ионов каждый вечер. Отрицательных ионов. Спорт делает кровь более густой. Запишите. Да. Точно? Во время спорта вы, а, потеете, теряете количество воды. Ну, тогда это не спорт. Б, во время спорта вы загружаете токсинами. Ну, мышечная масса работает, потому что у крови появляется много токсинов. Спорт усиливает кровоток. Это правда. Потому что это хорошо. Спорт, ну, я имею в виду фитнес, скажем, в общих смыслах. Это хорошо, это правильно. Спорт помогает убрать застой там, где был. Например, если я долго сидел, у меня застой в тазовом дне. Это плохо для органов тазового дна мужских, прямой кишки, мочевого пузыря. И мне надо побегать или поездить на лошади, на велосипеде, поплавать, чтобы застой убрать. Или я перегрузил мышцы, сидя здесь. Я поплавал, разгрузил, перераспределил нагрузку. Но кровь становится хуже после занятий спортом. Я должен, как спортсмен, это отдельная тема. Ну, или давайте сразу тоже ее начнем. Не важно. У вас же есть дети, и они любят спорт заниматься. Я ребенок занимался всю жизнь спортом. И несколькими видами спорта занимался, потому я любил. Но мне никто не говорил, что надо при этом делать. Например, у всех спортсменов от интенсивных нагрузок и тренировок. Я занимался вольной борьбой. И мне хорошо, мне нравилась тренировка. Но утром я вставал вот примерно вот так вот. Почему? Крепатура мышц. Это норма в спорте. Тренера скажут, норма. Завтра крепатура, это норма. Но надо же спросить у спортсменов, которым по 60. Это норма или не норма? Они скажут, не, это не норма. Хорошо было бы, если бы меня кто-то научил расслаблять мышцы. Тренировать научили, а расслаблять нет. Мы дойдем сейчас до суставов. Я покажу идею здоровья суставов. Спортсменов не учат, что время спорта стираются суставы. Никто этому не учит. Каким бы спортом я не занимался, я стираю суставы. И чем больше я занимаюсь, тем больше стираю. Про суставы это отдельная тема. Точно так и по крови. Никто спортсменов не учит, что надо заниматься своей кровью. Надо детоксикацию делать, надо разжижать кровь. И это надо делать как часто? Каждый день. То есть каждый вечер спортсмен должен заканчивать свой день, как и все нормальные люди, несколькими заботами про себя. Первое, второе, третье. Про эти заботы мы потихоньку говорим. Вот если говорим один орган, и в нем есть диабет. Ну для органа можно создать условия. Сделать хороший кровоток, хороший иммунитет, хорошие нервы, хорошее поразнение. И за год 90% клеток пожелудочной железы обновляются. Ну есть более точные даты, там 8 месяцев пожелудочная железа может начать жить по-другому, регенерировать полностью. И я или влияю на ее регенерацию, раз, два, три, четыре, или она происходит как зря. У людей в основном регенерация происходит как зря. Допустим, кожа регенерирует 4 месяца. Вы дослушайте. Если можно. Кожа регенерирует 4 месяца. Нигде в мире псориаз не лечится. Мы показываем самоизлечение псориаза и нас спрашивают, меня спрашивают, а как ты лечишь псориаз? Я говорю, никак. Я просто объясняю человеку, что кожа имеет свои желания. У кожи есть желание. Вот кожа у нас с вами есть, у нее есть желание. Первое желание кожи – чистый живот. Если в животе у вас запор, выходите один раз в день или реже, кожа будет токсины выводить через себя, что они нормальны. И это повод для псориаза, например. У кожи должна быть ухоженный иммунитет. Кожа постоянно работает на защиту. Для кожи должна быть чистая голова, спокойно. Ухоженная стресса, мы сейчас дойдем к этому. Как управлять стрессом? Для кожи должна быть убран дефицит воды. Для кожи должно быть хорошее количество кровотока, чтобы регенерация происходила. Мы наладили все про кожу. Через 4 месяца у человека у псориаза нет. Куда делся псориаз? Я не знаю, откуда он пришел, я не знаю, куда он делся. Регенерация кожи произошла хорошо. Куда девается диабет? Оттуда, куда пришел, куда ушел. Регенерировала поджелудочная железа. Мы научили человека работать с головой. Диабет уходит. Исчезает диабет от 2 до 6 месяцев у взрослых. Мы не лечим диабет. Мы учим человека каждый день организовать условия жизни для органа. Что является по сути нормой сегодня. Через 5 лет или 10 лет это будет уже норма, которую нельзя обсуждать. Как мобильный телефон сегодняшний. Никто не обсуждает, должен ли у тебя быть мобильный телефон. 20 лет назад смеялись над мобильными телефонами. Сегодня никто не обсуждает. Точно так и с заботой про орган. Закончим мысль про стресс. И может быть тогда перейдем к вашим вопросам. Пожалуйста, скажи, да, про кровь не все. Что, про кровь? Да, про густую кровь. Хорошо. Хорошо. Но для этого вспоминаю Чижевского, которому совсем недавно исполнилось 120 лет от момента рождения его. Мы праздновали всем миром. Чижевский объяснил вот что. Как с иммунитетом, так и с кровью есть некая цикличность суточная, каждый день. Про иммунитет я объяснил. Иммунитет каждый день рождается, тратится. Голова иммунитета, кстати, контролирует. Почему люди в стрессе заболевают раком, например. Потому что если человек напряженно в стрессе живет, мы сейчас до этого дойдем, то постоянно иммунитет включается в его повышенный расход, сжигается. Поэтому, например, болеть раком могут люди, которые внешне здоровы. Но тяжело работают. Они сжигают иммунитет. Это про иммунитет. Про кровь. Что надо про кровь понимать? Когда кровь течет по сосудам, у нее есть как бы необходимость вот этих клеток крови не склеиваться. Не склеиваться. Они должны склеиться. Если они будут склеиваться, будет организовываться тромб или атеросклероз. И то, и другое объясню сейчас. Чтобы эти клетки не склеивались, им нужны отрицательные ионы, которые есть на берегу океана, в лесу. Нужно достаточное количество воды, ионы и все. И кровь тогда будет течь хорошо. Этот параметр называется текучесть крови. Когда ионов мало, в конце дня, их мало, в конец дня, то клетки будут склеиваться, пытаться, так называемый Слач-синдром. Пытаться организовать тромбы. Так вот, препараты из аптеки, они не дают склеиваться, но при этом кровь остается густой. Она такая же вязкая, но организовываться тромб не может. Поэтому это совершенно два разных направления. Препараты препятствуют тромбообразованию. Если вы почитаете инструкцию, то вы это увидите. А текучесть или вязкость крови, повысить текучесть, снизить вязкость, может только ионы, могут только ионы, плюс вода. Ионы надо брать на свежем воздухе, у горожан проблема. В вашем городе это меньше эта проблема, потому что воздух хороший, а в большом городе это огромная проблема, хороший воздух. Потому такая, например, нано-керамика, которая есть в этих оборудованиях, она является донором ионов. Человек просто вечером приземляется на ковер, спит всю ночь, и за первые два часа у него кровь приходит в состояние нормы. Проблема в чем? В конце дня вечером человек не чувствует вязкость крови, никак, как и количество иммунитета. Я пришел, к концу дня я чувствую просто, что нервная система тупит, и все. Мне хочется поспать. Какая вязкость крови, как я сжег иммунитет, я не чувствую. И человек может почувствовать только, когда наступит стадия 3, конец болезни. Пришла болезнь, вот тогда человек может что-то понимать. Про кровь. Или что хотели про кровь? Ну, приятно. А почему именно спорт изучает кровь? Спорт забирает воду, спорт забирает ионы, и спорт добавляет токсины из-за мышечной деятельности. То есть спорт – это агрессия против крови. Во всех смыслах. Нет. Нет. Ну, давайте тогда про спорт. Мы не про профессиональные, а про… Я понял, я понял. Про филоскоп. Да, да, да. Я вот на примере сустава расскажу, вы тоже поймете. Потому что спортсменам двигаться хорошо. Движение – это жизнь, вы слышали. Но когда рисую сустав, когда рисую сустав, вот кость. Сустав – это две косточки. Между ними и хрящики. Соединены связками и приводятся в движение мышцами. Пронумеруем, чтобы было понятно. Первая – кость. Вторая – хрящ. Третья – связка. Четвертая – мышцы. Вот скажите, спорт полезен для каких номер? Номер какой? Спорт приносит пользу? Для мышц. Приносит пользу? Да. Для связок? Нет. Да. Для костей? Да. Да. Для всех? Для счастья. Еще раз. Спорт полезен для костей, потому что из-за нагрузки появляется кальций. Тренирует связки, связки становятся более эластичные и тренирует мышцы. Но спорт абсолютно убивает хрящей, изнашивает хрящей. Окей. Задам вопрос по-другому. Давайте подумаем еще вместе. Есть два человека. Один – бабушка, 90 лет, и мало двигается. И второй – ребенок, 3 года, который двигается 24 часа в сутки. Ну, быстро, постоянно. Нет, бабушка не двигается. Вопрос. У кого из них хрящ стирается быстрее? Но он не восстанавливается. Еще раз. Вопрос мой слышите? Ответьте на мой вопрос. Все вы понимаете, что у ребенка хрящ стирается быстрее. Почему? Потому что это плата за движение. Ну, у кого хрящ хуже? Из-за того, что двигался? Нет. Потому что даже не пароводник поступал. Нет. Подождите. Подождите. Сначала мы должны понять и назвать правильно вот этот процесс с хрящом. У ребенка хрящ стирается быстро, но и быстро восстанавливается. Почему у спортсменов потом артрозы? Подождите. Не торопитесь. Готовый ответ из телевизора мне дублировать. А мы не сможем. Да, да, я понял. Ну, газеты читайте. Или тренеров слушайте. Мы учимся у профессионалов. Хорошо. У спортсмена у профессионалов? Нет. У врачевачей. Ладно, хорошо. Не, ну я не против профессионалов. Я же уважаю профессионализм, но любой профессионал уважает другого профессионала. И спокойно может говорить, даже если он неправ. Или чувствует неправ. Не, просто вот это. Окей. Если врач сказал, что плохо заниматься спортом. Я не, я спортсмен. Нормальный. Я люблю спорт, люблю плавать, люблю ездить на велосипеде. Я не про спорт. Я не про спорт сегодня. Я вам не продаю спорт. Я вам не про спорт. Плавание. Для меня плавание. Еще раз. Вернусь сюда. Заслушайте. Мы сейчас с вами оставим время поговорить, позадавать вопросы. Я мысли ключевые. Я работаю своими суставами весь день. Ну не так. Они на меня работают. Это правильно сказал сейчас? Вот я сейчас стою и они на меня работают? Да. Мне же надо перед вами стоять. Я могу лечь, но будет неуважительно. Я стою и они на меня работают. В это время хрящ стирается? Ну, на спору надо стоять, конечно. Это хорошо, что хрящ стирается? Нет. Давайте подумаем. Может ли он днем не стираться? Не может. А может ли он у спортсмена не стираться? А у ребенка может не стираться? Нет. То есть мы должны признать аксиому стирания хряща тире норма. И постоянно, то есть пока мы в движении, он постоянно изнашивается? Я же привел пример пожилого человека, ребенка. Ребенок двигается, хрящи стираются, но у него нет проблемы с восстановлением. Потому, хочу медленно сказать, а вы услышите, когда я делаю рентген у своего пациента и вижу плохой хрящ, я должен сказать, что это хрящ стертый или недовосстановленный. Как правильно сказать? Вроде бы не принципиально, но если я вам скажу, что хрящ стертый, вы будете бороться с его стиранием. Что бессмысленно. Если я вам скажу, что хрящ недовосстановленный, у вас мозг начнет думать по-другому. Вы начнете задавать правильные вопросы. А как его восстановить? То есть, если хрящ стал плохим, я, как все люди, двигался. То есть, я был спортсменом, но почему я стал инвалидом? Вопрос. Такой у спортсменов даже есть. Не у спортсменов тоже. И вот я вам этот вопрос сейчас задам. Если хрящ днем стирается, восстанавливается когда? Ночью. А если он восстанавливается в итоге плохо, кто? Ночью ему мешает только студенты молчать. Еще раз задаю вопрос. Если хрящ по итогу у человека, вроде бы нормального, который ведет активный образ жизни, стал плохой, то кто хрящу мешал восстанавливаться ночью? Какие там железы? Какие-то железы. Не-не-не, тебе это нельзя. Кто мешает хрящам ночью? Сейчас, мы шарим. Никто их не мешает. Ну, почему они тогда плохие? Плохой человек останавливается. Они уже не могут останавливаться. Регенерация происходит даже после смерти. Несколько часов. А до смерти у всех людей растут ногти. У пожилых тоже растут. Мы можем, глядя на рост ногтей, констатировать, что регенерация не остановилась. И даже если вам кто-то скажет, что после 60-ти регенерация плохая, не верьте. Она замедляется, но она есть. Кожа слущивается, ногти растут, бриться надо. Даже тут. То есть, я еще раз задаю вопрос. Кто мешает хрящам ночью? Вопрос повседневный. Все люди, 400 тысяч в порту, должны знать ответ на этот вопрос. Нет. Причем, ответ я нарисовал. Только надо подумать мозгом, который нет клише. Там же нету края ночи. Куда ночью? Так вот, в 1972 году, когда меня не было на белом свете, еще год. Уже написали про эту? Нет. Нет. В 1972 году. В 1972 году написали, черным по белому, что все проблемы сустава и позвоночника начинаются с ночного спазма мышц. Запишите. Нет стресса. Нет стресса. Я побегал. Я снял, я сбросил кортизол в мышцы. Стресс убрал. Но если я не поухаживал за мышцами, для того, чтобы не расслабились, спазм мышц, еще раз возвращаюсь, вы же знакомы с крипатурой утром. Да. Но такого нет. О, у тебя нет. Но такого нет. Если вы необыкновенно поработаете, если вы не будете быстро говорить, а меньше, больше, дайте я мышц закончу. Я, а вы потом зайдите вопрос. Я про мышцы закончу. Про мышцы. Потому что вы же про мышцы слушали другое. Я знаю, что вы слушали. А во всем мире статистика показывает рост проблем сустава и позвоночника. А если растет, то значит люди понимают или не понимают? Не понимают. Почему? Потому что мышца ведет себя однотипно у всех людей на планете Земля. Если я мышце дал нагрузку, и она выработала всю энергию, она переходит в состояние спазма. Что мы видим крипатуру утром. Если, например, я просто пошел покопал землю в огороде. На утро вы поймете, что такое крипатура. Вы позанимались больше, чем обычно в зале. Вы поймете, что такое крипатура. Или вы в необыкновенно неудобной позе посидели долго. Вы поймете, что такое крипатура. То есть мышечный тонус, если вам понять мышечный тонус, это что? Спит ребенок маленький. Я беру его на руку и поднимаю. Он висит. Почему? Мышечный тонус отсутствует у ребенка. Беру взрослого, пытаюсь поднять, который спит. Он спит и уже он сразу раз. Почему? У него программа, вот эта подсознательная программа расслабления, она настроена на постоянный тонус. Ходил он в зал, не ходил. Это большая практика ментально отключать мышечный тонус. Им занимаются йоги, там 20 лет надо в йоге заниматься. Или же лечь на теплый ковер. Что знали наши предки, пользовались, ну не знаю, как здесь, ну нас там знали, теплые полы, печень. Когда я даю мышце тепло, она получает энергию, она расслабляется и улучшается кровоток. Я говорю сейчас про детей, про спортсменов, про пожилых, про непожилых, про тех, кто сидят всю жизнь на работе или работают физически. Это одинаково плохо для мышц. Вы расслаблены. Задача расслабленных мышц стоит у человека 365 дней в году. Люди мышечный тонус не знают, вот про крепатуру знают, а если крепатуры нет, значит с мышцами все нормально. Это неправильно. Тонус мышц есть всегда в течение дня, ночью его может не быть, если ты что-то сделал для них. Если ты расслабил мышцы, то да. А если ты не расслабил, не факт, что они у тебя расслаблены. Потому что мы спортсменам видим, мышцы хорошие, да, кости хорошие, да, а хрящи нет. У них называется артроз, остеохондроз, там дископатия. Почему у ребенка дископатия в школе? Он же сел и постоянно перегружает мышцы позвоночника. И родители замечают, что у ребенка плохо, когда он кривой. А кривой это стадия не ноль, не один, это стадия два. Нулевую, первую стадию, все родители проспали. Во второй стадии бегут и начинают что? Идти на спортивную, эту, как, зарядки, гимнастики. То есть, даже реабилитация сколиоза у детей начинается с гимнастики, а не с того, что нужно расслаблять правильно, позвоночник. так учили, потому что вот этих людей, которые написали науку в 72-м году, они были Советского Союза. Их просто бюрократия не пустила дальше, как идея. А сегодня мы занимаемся, я же говорю, уже 13-й год я занимаюсь такой реабилитацией, мы сегодня смотрим, любой артроз, любой стадии может регенерировать. Мы возвращаем любой артроз, любой грыжи, любые смещения и так далее. Потому что мы даем для хряща первое, наперво расслабление на ночь, для связок учим прижигаться или миостимулировать, а для костей и мышц остается нагрузка. Еще раз, как доктор, я подчеркиваю, я не забираю у вас нагрузку, я обязую вас нагружать кости мышцы, если вы обеспечите свои хрящи достаточным уходом. Должен быть баланс. И все. Я сказал, что фитнес это хорошо. Услышали? Теперь задавайте вопросы. Как узнать, что он восстановился? Да, пойдите сделать рентгер. Хрящ регенерирует 8 месяцев, связки полтора года, кости два с половиной года. Если, давайте так, вопрос вот как про суставы, чтобы закрыть и еще одну тему стресса. Хочу стресса тему одну раскрыть и перейдем к вопросу. Если человек сегодня ставит задачу замену сустава, послушайте, ну, некоторые, ваши, может, родственники, знакомые, меняют суставы. Причем меняют бесплатно по медицине. Вот, меняют суставы. это операция плюс бесплатно. Хорошо. А что у него с этим суставом? Если в этом стадия 4, то в этом что? Минимум 2 или 3. То есть, он дойдет скоро. А здесь что? Еще тоже. То есть, когда он меняет один сустав, он должен понимать, что еще есть три артроза. Потому, когда он выходит с хорошей операции, где ему правильно сделали, качественно сделали, он не здоровый человек. У него там три артроза. Потому, даже если у него здесь артроз, то он должен думать, что у него три сустава есть. Это просто я как идея. Потом, кроме того, что крупные суставы, он должен понимать, что эти суставы зависят от стоп и зависят от поясницы. Более мощные амортизаторы стопа и поясницы. Которые тоже должны быть ухожены сегодня. Последний момент про стресс. И тогда к вашим вопросам. Голова. Беру голову. Ну, вообще, важнее ничего нету в организме, кроме голова. Потому, что, ну, спорят философы даже на эту тему. Что важнее, голова или тело? Тело без головы это не человек. А вот голова без тела это еще, можно сказать, человек. Насколько важна там голова? Голова управляет более 20 функций, есть только те, которые все люди знают. в голове живет память, интеллект. Допустим, сегодня такая проблема эпидемия Альцгеймера или деменции. вот этот человек, который приходил, да, родственник здесь, вот он занимается проблематикой деменции. Исследует. Растет во всем мире. Количество деменций. Ума, как это, как это по-вашему? Альцгеймера? Альцгеймера есть болезнь. Мозг, то есть, живет человек в возрасте каком-то там за 70. Тело еще живет, а мозг нет. Мозг перестает жить. В голове живут проблемы гормональные, задачи гормональные. Зрение, слух, интеллект, сон, давление, норма давления живет в голове. У вас у каждого есть своя голова. Последний сюжет и дальше ваши вопросы. Я просто хочу вас немножко поупражнять в думании про голову. Эта голова 16 часов, берем так, работает на износ, то есть, вы ее насилуете к сейчас. Вы же насилуете свою голову? А мою? А я вашу? Да. То 16 часов насилия над головой. 16 часов дня мозг пашет на меня, как раб. Его личные 8 часов ночью, когда интеллект спит, а мозг не спит ночью. Мозг ночью потребляет где-то на 10-15 процентов энергии больше, чем днем. Плюс. Когда я сплю, мозг не спит. Мозг занят чем? Обслуживанием себя. Еще раз подчеркну это. Вот здесь он обслуживает меня, а вот здесь себя. 8 часов я умножу на 365, получится где-то 2500 часов в году мозг посвящает себе. Знаю я про это. Не знаю. Он так устроен. 8 часов он будет работать на себя. А теперь у меня вопрос. 8 часов мозг должен чем-то быть обеспечен на 100 процентов. Ну, чтобы я им потом мог пользоваться. Дальше насиловать. Стоп. Я задаю вопрос вам. У вас в течение вашей ночи каждый день сколько мозг получает от 100 процентов должного? Вы даже не знаете, что ему надо. сон нужен интеллекту отключить, чтобы мозг занялся собой. И даже сон восстанавливается во время сна. То есть сон это не условие для здоровья мозга. Это просто вырубить интеллект, меня, личность. Вырубить, чтобы мозг работал на себя. От 100 процентов должного вы не знаете, потому что вы не знаете даже, что состоит здесь. Задача ночь для мозга, что надо? Скажите мне, что надо? Вы говорите, как самый настоящий рабовладелец. Да, он должен вырабатывать гормоны. По-любому, он же мой раб. Но ему нужно 8 часов качества, чтобы он хорошо вырабатывал. Если я не думаю про него, он начнет плохо вырабатывать гормоны. Щитоидные проблемы, половые проблемы гормональные, поджелудочные проблемы гормональные. Да, он начнет давать сбой. Скажите, что мозгу надо ночь? Для хорошего отдыха. Вашему. Первый. Номер два это кровоток. Номер два. Причем я вас спрошу, меряли ли вы когда-нибудь кровоток головного мозга свой? А его можно померить. Вот кровоток мозга можно померить объемный по УЗИ. Сделать УЗИ сосудов. И померить, сколько объемного кровотока. Например, когда человек определенный идет, жалуется на что-то в голове, по УЗИ в среднем обнаруживает дефицит 20-30%. Это очень много. Вот 10% дефицита кровообращения головы можно жить не замечая 5 лет. Потом будут сбои. Это я к тому, что это можно померить, но люди даже об этом ничего не знают. Или пошли сходить. Сейчас, подождите. Вы еще не спешите. Первое, что для мозга надо. Студенты шепчут снять стресс. снять стресс. Наталья говорит, да? То есть для мозга первое надо выключить стресс. Стресс днем хорошо, а ночью стресса быть не должно. Абсолютно. Стресс ночью не должен жить в голове. То есть мозг сначала надо избавить от стресса. улучшить кровоток. Третье обеспечить ионами достаточное количество. Но свежем воздухе погуляли, спится лучше. Это вы знаете. Четвертое это воды должно быть достаточное. Четвертое это уже дальше будет как бы менее важно. Потому что если эти два хотя бы вы не обеспечили, все остальное будет не играть роль. Не играет роль. Итак, я только остановлюсь на выключении стресса. Чего не умею делать абсолютно нигде. Почему? Потому что наука про стресс ну так исторически сложилась. Она пришла как наука про плохое. Стресс это плохо. Вы знаете что стресс это плохо? Или стресс это хорошо? студенты с днем хорошо то есть наука про стресс пришла как наука про плохое стресс это плохо но стресс днем это идеально так это это всевышний придумал ну что когда я в стрессе днем я напрягаюсь я что-то делаю я куда-то бегу что-то добиваюсь обеспечить там едой свершение кеда и в порт наконец-то приехал это стресс как 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 лететь самолете без стресса самолете можно лететь без стресс зарабатывать на еду это стресс вы все заложники плохой науки про стресс потому что два такие органа как надпочечники они там не зря они вырабатывают адреналин и кортизол гормоны для стресс которые мне нужны для стресса то есть два органа которые обязаны меня обеспечивать стресс секс это стресс сесть покушать это стресс поработать это стресс понервничать это стресс они начать же можно хорошо например болеть и за футбольную команду сколько тонн адреналина выделяется на стадионе сколько люди в это время кайфуют или там наоборот расстраиваться если команда проигрывает но это 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 вагон и адреналин это нормально я к тому что на наука про стресс она нормальная вот каком смысле днем стресс хорошо на бред для ночи вы до выключить и люди не знают как снова вечером поступать со стресс они даже не знают что это это надо делать они интуитивно идут пьет хороший портвейн ну кое-кто там медитирует молится знает самое хуже что люди делают для своей головы вечером это смотрят телевизор вот это вообще я даже не знаю когда людям это станет понятно что вечером телевизор смотреть нельзя вообще нельзя а почему до часу ночи и потому что вот они садятся и пытается вот этим бубу 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 вырубить и окончательно мозг то есть мозг уже вообще как бы никакой его надо вырубить просто запредельное торможение должно ступить они для этого пытается так себя полечить Но это же не плохо, это же плохо. Так вот, накопленный стресс, неотключенный, отключается. Когда мозг спит, и вместе с ним спит стресс, не выключенный, вот тогда снятся глупости. А если это длится долго, ну плохие сны, плохо высыпаются. А если это происходит долго, сосудистый центр, например, в голове решает, что 120 на 80 человеку не хватает, он не догоняет мамонта. Давление начинает повышаться. Через сносы гипертоникам из-за неотключения стресса на ночь. Элементарная процедура массажа стоп час вечером, рефлекторно через биологически активные точки сбрасывает стресс. Потому что стресс, массаж это стресс. Ну хорош, закончился, в ногах хорошо, и как бы стресса нет. Стресс из головы сбрасывается в ноги через массаж стоп самым простым способом. Самым простым способом. Это вообще процедура, которую в третьей сессии студенты сдают, и все просто говорят, нифига себе, я не знал, что ноги так вот работают на снятие стресса. Качество сна повышается тут же, за одну-две процедуры. Сразу. Засыпает легче, лучше спит, лучше просыпается, более качественно себя чувствует утром. Я про то, что стресс. Сегодня много вы слышите про кортизол. Даже вам меряют кортизол в крови. Кортизол такой, адреналин такой. И вам меряют, и вам показывают, какой кортизол. Вопрос в чем? Кортизол мне нужен. Днем. А вот ночью он мне не нужен. Выключаются надпочечники наркотиками. Мы же все наркоманы, с вами. Ну, любим хорошее. И любим, чтобы хорошего становилось больше. Вот стало хорошо, побыло чуть-чуть хорошо, мало. Ломка. А еще, да? Дозу всегда... Мы наркоманы, в смысле. Ну, вы же знаете, есть наркотики, которые выделяются в организме, эндорфины. Так вот, человек должен пережить всплеск эндорфинов, чтобы надпочечники отключились. Когда я кричал за свою любимую команду на стадионе, она выиграла! Этот стресс пошел на пользу. То есть, он оздоровил, он улучшил кровоток, мышечный прилив. Я покричал, нейросистема сбросилась. Пришли наркотики, отключились надпочечники, и я ложусь спокойно спать. От наркотиков, от эндорфинов. Если команда проиграла, я до утра буду бухать. Так? Или нет? Портфейна не хватит. До утра, если команда проиграла. Так вот, массаж стоп сбрасывает через эндорфин и стресс из головы. Самый элементарный прием, который мы должны сегодня знать каждый человек, чтобы не заболеть гипертонией. Или начать оздоравливать диабет. Или начать оздоравливать сон. Или профилактика болезни Альцгеймера. Мы, думаю, доберемся сейчас, потому что у американцев, там, вкладывают миллионы денег, десятки миллионов, в профилактику Альцгеймера. А по Альцгеймеру, всего нового, человеку надо научить вечером сбрасывать стресс. И улучшать кровоток в шее, в задних артериях и в передних. Задние артерии несут кровь, они страдают от перегрузки мышц, передние артерии страдают от атеросклероза. Эти надо прижигать, эти массажировать и разогревать. Все. Математика. Массаж стоп, задняя часть шеи, разогрели, помассажировали, передние артерии прижгли. Это достаточная профилактика для Альцгеймера. Мы только это сейчас докажем. Где-то найдем хороших профессоров, которые это будет интересно. А деньги готовы давать сегодня государства, такие как Америка, на профилактику деменции или Альцгеймера. Готовы отвечать на вопрос? Давайте аккуратненько ручку. И если есть вопросы. Сама идея ресурсного оздоровления немножко понятна, как я ее представил. Чья это забота? Органы и системы. Это чья забота? Это лично. Это должно стать культурой дома. Мы сегодня такую культуру дома создали. Мы ее создаем для детей. Обязуем детей. Для родителей. Чтобы такая культура стала именно культурой домашнего здоровья. Каждый день ты имеешь знания, имеешь кнопку на аппарате, ты ее нажимаешь, и ты ухаживаешь каждый день. Получается, я за собой могу ухаживать 2500 часов в году. Это очень много. Ни одна больница мне сколько не даст. Потом я могу это заставить ребенка делать, родителя, внуков заставить делать. То же самое, очень просто. Доктора классические никуда не делись. Они рядом, они на случай, если есть болезнь, они на случай, если есть диагностика. У докторов классических останутся работы полно. Хирургические все это методы, ургентные какие-то, инфекционные, забота про беременных, про родов. Это будет задача врачей. Зубы туда добавим, ортодонтов. А эта задача осталась. Но задача моего здоровья, это моя личная задача. Знание плюс технология. Итого. Как бы завершаю. Когда я год ухаживаю за своим организмом. Организм сам избавляется от хронических болезней. Есть ДНК. То, что у меня программа ДНК. А есть по факту, например, есть какая-то болезнь. Так вот, через год болезнь возвращается назад. В тот образ, который есть ДНК. Почему, например, орган сегодня, мы, например, почечных людей, у которых гемодиализ происходит. И мы им говорим, слушай, ну у тебя почка больная, доктора ее болезнь лечить не умеют. А давай мы организуем и за год ты выйдешь сюда в норму. Где почка работает хорошо. И им сложно в это поверить. Хотя они начинают тестировать на себе. За месяц, второй, третий они видят, как почка, начинают оживать. При том, что все нефрологи в мире такого не видели. Это прецедент. Я сам за собой могу ухаживать и через год получаю здоровый организм. Полностью здоровый. Ну или там с минимальными погрешностями, например, после травм остаются. Когда болезней нет. У меня хронических болезней нет. Я не обязан умирать в 70 или 80 лет. Я могу жить нормально дольше. Люди в 70-80 умирают, потому что есть болезнь. Если нет болезней, они могут жить до 100-120 лет. Это тоже наука доказала. Сколько лет было Чижевскому? Чижевскому. Чижевскому. Чижевскому, молодец. Когда вы говорили, день рождения была. 120. Ух ты. Чижевскому. Ну, он уже умер. Он прошел лагеря. Он науку, например, электрохимии и крови исследовал в Караганде в лагере. Как профессор сидел. Там Советский Союз, ну, с него издевался как хотели. Они закрыли все труды. И потом он вышел в страшной депрессии, перебил туберкулезом. Он дожил до 67 лет. Он мало прожил. Хотя то, что создал Чижевский, например, по методу Чижевского дышат космонавты в космосе. По методу Чижевского красятся все машины в мире. Электрохимическая покраска автомобиля – это метод Чижевского. Он хотел патент забрать на правительство, даже не на себя, на пресс-СССР. Не захотели, чтобы имя не инфигурировали. Сегодня мы, например, Чижевского знаем. Он придумал пять новых наук. Гений уровня Леонарда да Винчи. Больше, да, чем Эйнштейн. Такой человек. Хорошо, может какие-то частные вопросы есть у вас? Про ресурсную медицину, про метод? По суставам. По суставам. Что именно? Ну, вот восстановить феляшечки. Вы говорите, восемь месяцев где-то идет этот период восстановления. Хрящ регенерирует полностью за шесть-восемь месяцев. Связки – полтора года. Полтора года, да. Кости – два с половиной-четыре года. К вопросу, как пользоваться. Наталья, вот организовала эту встречу Наталья. Она, ее офис находится вот здесь. Понимаете, где это? Телефон. Адрес – это ваш круг, где мы еще не гуляли. Знаменитый. Да, да, где лев рвет орла. И вот на этой улице, там у них офис. Как пользоваться методикой мы… Я преподаю в онлайн-университете. А где это? Онлайн. Это интернет. Интернет. Ну, по интернету. А вообще, вы из Украины откуда? С Харькова. Я запомнил. Ну, отлично. Будем обниматься. Смехи оказались. В онлайн мы преподаем целую науку, математически точную, где вы при помощи вот таких приборов… У Натальи можно все тестировать, как все работает. Она может вам преподавать. Мы консультируем. Консультации такие вот. Да, нет. Вопрос-ответ. Базовый курс два месяца. Вот, Людмила прошла. Его тоже. Базовый курс, где вот одна из сессий посвящена суставам. Идея какая? В этой схеме схематично. Вечером я даю тепло. Для позвоночника еще плюс массаж. С утра до целый день я прижигаю для регенерации связок. И продолжаю нагружать. Ничего сложного. Я на Украине в прошлом году марте делала операцию на Сапорожье. Там клиника супер. Все студенты из Киева приходят сюда. Ну, пришла сюда. Там были диски. Там были все. Пришла сюда. А здесь у нас госпиталь приват. Ну, результат я бы не сказала, что... Результат чего? Ну, вот они сказали, что изнашивание как-то хряща. Про изнашивание мы договорились. Я понял. Но они делали мне для того, чтобы я не сделала металлический сустав. Вопрос у вас какой? Я бы не сказала, что мне помогло. А вопрос какой? Ну, вот зачем нужна операция, если она не помогла? Нет, давайте дальше. Или лучше заниматься вашим методом? Хорошо. Вот я услышал вопрос. Лучше делать операцию или заниматься методом таким? Да. Пытался начинать об этом рассказать. Дожился человек до замены сустава. По умолчанию, даже если он пойдет менять сустав, ему надо заниматься реабилитацией трех остальных суставов. Я правильно понял? Да. Теперь по этому суставу. Вот если дожился до ситуации, когда надо менять сустав, можно ли такой методикой реабилитировать, чтобы не менять? Такой вопрос. Вот для этого нужно иметь зазор хотя бы полгода. Если полгода вы имеете, зато вам не надо спешить, не пришла еще очередь, как-то у вас там по очереди же как-то по записи, да? То есть вы эти полгода тестируете оборудование и уже за полгода видите. Если вы делаете все правильно, через полгода на рентгене будет уже динамика улучшения. Стадия 4 переходит в стадию 2 за полгода. И вы тогда принимаете решение. Если стадия 4 пришла в стадию 2, то может логично там. Ну это вы сами решаете. Да, да. То есть полгода тестирование. Бывает так, что сустав зашел, конечно, в конкретную уже позднюю стадию. И он очень болит, и тестирование дает эффект. А ну тогда, ну что, надо менять. Если дожился уже до финиша. Но остальные 3 сустава нужно оздоравливать. Так. Есть аппараты для ног, для лимфостаза. Лучше вот тот, который меню стимуляционный. Именно по лимфостазу. Этот аппарат контрастного прижигания и охлаждения, плюс массаж, он больше будет полезен для артериальных проблем, плохой приток. Для стоп, если плоскостопие, суставы на стопах страдают. Для оживления нервов. А для лимфостаза вот этот меню стимуляционный аппарат хорошо работает. Идея, ну про ноги давайте. Два слова про ноги давайте скажу, может быть важно. В ногах есть несколько задач, 5. Точнее сказать 5. Ноги дальше всего от сердца. Кровь самая холодная к ногам. Ноги всегда недоедают. Потому нагревательный аппарат для ног работает всегда на то, чтобы кровь стала лучше, заживала лучше, гангрены, чтобы не было и так далее. Многие имеют вторую проблему, возврат крови. Кровь течет снизу вверх постоянно. У меня к вам вопрос, почему? Студенты молчите. Почему кровь снизу постоянно течет вверх? Нет, по кругу давление увеличивается в системе. Нижнее артериальное давление, так и раз сопротивление периферии. Кровь не проталкивается по сообщающим сосудам. Ну, короче, не знают люди, почему. Клапаны? Клапаны удерживают, чтобы назад не текло. Клапаны просто удерживают. Кручут вверх, а клапаны держат, чтобы назад не текло. А почему наверх течет? Какое? Давление, да? По кругу не течет. В каждом сосуде, в каждом порядке сосудов давление увеличивается от сердца. И в итоге в периферические отделы имеют сопротивление, которое видно по нижнему давлению. Давление в системе внизу не ноль, а 80 миллиметров трудного столба. По кругу не продавливается кровь. Но никто не знает. Кровь течет вверх только потому, что мы дышим. В начале вдоха отрицательное давление грудной клетки подсасывает кровь из вен, из лимфы. Это к вопросу. Потому, например, аппараты, да. Но я бы предложил еще учиться системе правильного дыхания. Это системы хорошие, у йогов как минимум, другие подобные. Но задача какая? Кровь течет вверх, и это трудно всегда. Если там какой-нибудь прецедент, например, слабость ткани или перенесенная инфекция, рожистая воспаление, не знаю, как оно называется, стрептококкая инфекция, в общем, в ногах, то лимфа может пострадать. И его постоянно надо приводить в тонус. Вот приводить в тонус лучше всего умеют миостимуляционные аппараты. А где их нужно приобрести? У Натальи. Ну, прийти протестировать, убедиться в эффективности и приобретать. Идея работы у центра такая, да. А вы на Украине перебираете? Как вам на Украину попасть? Я в Украине обычно, если бываю, то отдыхаю. Есть в Харькове центр, где можно принимать. И я, бывает, веду привем, но обычно не хватает времени. Ну, что мы занимаемся много онлайн, консультированием, преподаванием и другой работой. По земле вот так вот, в разных странах. И в Харькове в одном месте. Можно найти, как с вами связывается такой онлайн? В Фейсбуке я называюсь Александр Малко. Да. Вы мне там телефон, все, можете звонить, я все равно на него не отвечаю. Шутка, шутка. Через Фейсбук быстрее всего, да. Через Фейсбук. Можете про меня знать все. Например, как я вчера ел рыбу у вас здесь на берегу. Или как позавчера смотрел трамвайчик в Браге. И вместе со мной 600 человек посмотрели уже, ваш трамвайчик в Браге. Который водой наполняется и двигается. Фуникулер, фуникулер. Фейсбук, да. Можно вас рассказать? Пожалуйста, какой один с детским прием? Как Комаровский. Евгений Комаровский, Олегович. Харьковский доктор-педиатр. Ну, давайте так, перескажу по прививкам. Вообще, очень хороший педиатр. Считаю все-таки гениальный. Гениальный оратор. Очень легко доносит любую мысль. По прививкам идея такая. Прививки делать в любом случае надо. Чтобы понять, что надо, надо один раз увидеть дифтерию. Один раз увидеть полиомиелит. И потом вы поймете, что надо. Вопрос, как их делать. Вот это большая задача. Потому что вы должны быть уверены в качестве прививочного материала. Которым колят. Бывают плохое качество. Грязные препараты. Бывает медсестра, извините, тупая. Которая колет укол. И у кого они туда, куда надо. И потом мы вскрываем абсцесс на ягодицу ребенка. Ребенок должен мониториться семейным врачом. Он не должен болеть, он должен выздороветь. То есть там задача прививать ребенка. Это очень такая точная ювелирная задача. Вот если у вас все параметры есть, тогда ребенка лучше прививать. Я не согласен со всеми прививками. Ну как минимум дифтерию, столбняк, полиомиелит, коклюш надо попрививать. Те, которые всегда прививали. Ну вы это много прививок прививали. Спорно могу да нет говорить. Надо ли ребенка прививать гепатита B. Хирургам надо. Ребенка надо, не знаю. Сомневаюсь. Ну в целом согласен с позицией Комаровского. Прививать надо, но иметь при этом очень трезвость и ювелирную точность. Непривитые дети, это очень рискованно. Просто надо один раз увидеть эти болезни вживую. Я дифтерию видел, полиомиелит видел, коклюш, дочка переболела. Боже помилуй. Привитая переболела и две недели, ну вот так вот просто, непонятно. Когда-то кашляет, они не останавливаются вообще. Круг-глосуточный кашель. Если кто знает, только коклюш. Это мое отношение. Скажите, пожалуйста, оборудование, вот это, при витилиге. Витилига. Вот я же пытался, ну давайте покажу, может быть, такую вот кожу. Вот мы не предлагаем оздоравливать витилигой. Мы предлагаем коже дать все, что нужно. Кожа живет своей жизнью. Вот мы ее только насилуем, или мажем чем-то. А ей для хорошего счастья существования нужен чистый живот, ухоженный иммунитет. Голодание убрать водное. Стресса убрать, добавить эндорфины. И достаточно кровотокно, говоря, спать на ковре. Если я беру человеку с витилига, даю это все на 100%, через 4 месяца витилига нет. Регенерация кожи происходит быстрее, чем продолжается витилига. То есть у болезни есть своя скорость, условно, а у регенерации своя. Витилига, если вы почитаете, ключевым пусковым механизмом является пункт номер 4, стресс. Это деокрашивание, как это назвать, депигментация. Пигмент не попадает. А пигмент имеет один корень с гормонами стресса в том числе. То есть это оно как биохимия, не важно. В общем, стресс играет ключевую роль. Потому, если сдавать витилига, надо дать вот эту формулу кожи раз, но в четвертом надо акцентированно дать. Для головы все, что мы говорили, например, сегодня, для головы надо обеспечить. Человек должен научиться жить без стресса, спать хорошо, иметь кровоток хороший в голове. И восстановление надпочек. Да. Есть еще вопросы? Если вы позволите, можно я расскажу о себе? Расскажите. С удовольствием попросим. Благодарим. Спасибо. Я, как и все, не ухаживала за своим здоровьем, за своим организмом. И когда я пришла к определенной конечной точке, я задумалась, что делать. И начала искать. Пробовала одно, пробовала другое. И когда она сюда, в Португалию, пришла вот эта керамика, я попробовала, что это такое. И у меня просто задребежала надежда, что это помогает. Первое, что я купила, я купила себе коврик маленький. Как всегда, жадничала, что мне жалко денег на свое здоровье. И я через полгода я поняла, что у меня по-другому работает мой организм. То есть первое, от чего я избавилась, даже при наличии маленького коврика, у меня были очень большие проблемы с моим бронхитом, который у меня с 25 лет. И я уже дожилась до астмы. Я стою на учете, у меня, я принимала гормональных, не сейчас еще принимаю, просто сейчас уже хочу уйти от гормональных препаратов, но это не просто так делается. Поэтому, когда я начала лечить свой бронхит, и через некоторое время, придя к фамильному врачу, она назначает мне анализы. Я увидела по анализам. Вот у меня есть документальный, медицинско подтвержденный документ о том, что у меня был хронический гастродородемит. И у меня есть подтверждение того, что у меня его уже нет. Я была в шоке. Потом у меня начало, еще до ознакомления с этой пирамикой, у меня начались проблемы с тазобедренным суставом. Да, я ходила на физиотерапию, мне оставало на определенное время, на полгода, на год мне оставало легче, а потом возвращалась обратно. И я стала, уже поступив в Университет ресурсной медицины к Александру Викторовичу, я начала делать это все по науке. То есть у меня уже есть документ, рентгеновский снимок, где у меня началась уже деформация хреща, артроз конкретный. И у меня уже, ну будем так говорить, через полгода правильного использования этой методики и этого оборудования у меня восстановился хрящ. Это второй случай и выздоровление моего. У меня есть доказательства о том, маммографии, что у меня в правой груди была киска. И есть документ о том, что у меня в правой груди нет киски. Это вот то, что у меня уже есть документальное подтверждение. И я подтверждаю, что это работает. Сейчас консультирует Наталья уже людей с разных стран. То есть люди как бы консультируют со меня, клиенты, а я уже переодрисовываю ей и коллегам как эксперт. Я ей уже доверяю консультировать своих клиентов. Ну вот так, чтобы было понятно. Третий курс, клиника онлайн ресурсной медицины. Вот у нас уже год, полгода как работает. Ну раз Александр Викторович затронул, это я вам скажу. Я сейчас консультирую в Украине человека, у которого 28 лет, у него четверо детей. Он уже два года сидит на гемодиализе. Три раза в неделю он делает гемодиализ. Мы только начали с ним работать, потому что оборудования у него не было. Он купил себе один единственный ковик. Каждый день он мне отчитывается по телефону, какое у него давление, какое самочувствие. Расскажу, я все себе тоже записываю и все фиксирую. Значит через три дня он мне сказал, мы договорились, я его предупредила, что так как заболевание очень серьезное, значит ты слушаешь только меня и ни шаг влево, ни шаг вправо. Точно выполняешь мои рекомендации. Через три дня он мне сказал, Наталья, у меня появилась энергия, у меня ушли головные боли. Это один из симптомов людей, которые болеют почечной недостаточностью. У меня ушли боли в сердце. Все это у меня записано, все это документировано, у меня есть доказательства. Через где-то числа, мы начали с ним 2 или 3 мая, сейчас точно не помню, но не принципиально. Где-то числа 15-14 он мне пишет утром, давление нормальное, самочувствие хорошее. Через три часа звонит мне его жена и говорит, Наташа, Сергеем плохо, он сейчас спит. Я говорю, что случилось? Дети, а он мне перед этим говорит, я смотрел в интернете Молко, и он говорит, что высокая температура помогает. Ну и видимо, она говорит, наверное, дети повысили ему коврик до температуры 50 градусов. Мы договорились с ним, что он будет пользоваться 40-42 градуса. Вот представьте себе, всего лишь 8 градусов, казалось бы, да? Ну что такое 8 градусов? Сыграли свою роль. То есть, ну и плюс, когда потом я уже с ним разговаривала, он мне сказал, что он в этот день поставил в свою машину канистру с бензином, которую набрал на заправке, плюс надышался, ну и плюс вот эта высокая температура коврика. И все. То есть есть математика некая, наука, которая должна быть точная, отслеживается. Это все отслежено уже, это все проверено, это все выверено. Поэтому, когда говорят, что коврик, ну это да, прекрасно лег, полежал, тепло, вроде бы хорошо. Но он не только тепло дает, он дает здоровье вашему организму. Поэтому, если говорят, что это надо держать так, естественно, он представил себе, что он молодой. И я понимаю, у него четверо детей, 28 лет. Ему хочется быстрее выздороветь, это понятно. Но от того, что он хочет, организм сам справится с этим. И иногда я же говорю, я лечила бронхит, а у меня ушел гастрит. Организму, нашему организму понятно самому, что он в первую очередь должен вылечить. Торопиться нельзя, особенно, когда или очень серьезное заболевание, или допустим, с возрастом, когда это уже букет заболеваний. Надо все идти по этому. У нас по этому поводу... Ну ничего, все восстановилось. Он вернулся к прежней... Прежней. То, что он отказался от гемодиализа? У нас есть... У нас есть такие клиенты, которые уходят от гемодиализа, и мы сняли с ними... Вам кажется, а у нас они есть. А они удают. Сняли видео, поставили, и у нас сейчас целый поток таких больных, почечных, которые имеют перспективу только вечно ходить на гемодиализ или менять почку. Мы не предлагаем уйти от гемодиализа, но мы предлагаем параллельно пробовать почку оздоровить. Вот несколько пациентов таких есть. По их примеру идут следующие, параллельно, параллельно, уменьшая дозу, улучшая состояние. А теперь я хочу ответить на вопрос ваш. Невозможно. Надо только замена почки. У нас здесь в Португалии обратился один товарищ с гемодиализом к Александру Викторовичу. Он перенаправил его ко мне. Мы связались, мы с ним встречались. Он приезжал ко мне в кабинет. Он взял в аренду... Нет, наш, в Украине. Он взял на пробу коврик. Он стал спать на коврике, так как мы с ним договорились. Но он испугался то, что у него стало прыгать давление. То есть это все объяснимо. Александр Викторович на вебинаре объясняет, что это такое и почему это происходит. Он испугался и не стал делать. Но до этого ему жена отдала свою почку. Ему... Пересадили почку. И через два года она у него отказала. Вот и все. Это не выход из положения, что пересадят его. На двоих одна почка. Я думаю, что это неизбежность. Я не говорю, что выход из положения. Ну, а есть же люди, которые восстанавливают свои почки и уходят от гимнодиализа. И я думаю, что этот парень настолько у него... И он не испугался, что у него на 8 градусов повысилась температура. И он стал себя плохо чувствовать. Он до сих пор продолжает это. И я уверена, что он уйдет от этого. Потому что он это хочет. Его дети заставляют. А суставы вылечут кто-то? Сотни людей. Так я вот вам говорю. У меня есть доказательства. Вот рентген. А какая разница коленка, забегида, позвоночник. Более сложный коленный сустав. К нему надо больше внимания. Он анатомически сложнее. Но логика та же самая. Если вы исследуете, пожалуйста, вы имеете здоровый сустав. А можно еще один вопрос? Вы тут ребенка поставили диагноз. Внутричерепная гипертензия. Что вы посоветуете? Изоборудование. Может быть, как-то... Лишняя вода в голове, скажем так. Ну, это черепная гипертензия. У взрослых людей это одни проблемы. У детей это, как правило, связано с или аномалией врача, или родовой травмой. Потому там нужно следовать всему тому, что говорят неврологи детские. Плюс улучшать максимально все, о чем мы поговорили про мозг. Потому что есть какой-то прецедент, травма или аномалия. И это приводит к плохому кровообращению, к застою воды. В итоге это будет приводить к более сложным проблемам. Потому у детей мы можем ставить задачу минимизировать осложнение в развитии болезни. Такую задачу ставим. Оздоравливать нужно как минимум на коврике. И дальше с возрастом больше. Массаж шеи делать. Все так, как взрослые. У взрослых гипертензия в голове появляется по взрослым причинам. Или травма, или перегрузки. У взрослых проще. Потому что взрослый родился с нормальным мозгом. Повреждений нет. Только есть приобретенные вещи. Вот эти приобретенные, их убрать проще. Урожденные травмы там сложнее. Ну, можно. А лучше ребенка ложить на коврик колышок или одежды? Если ребенок отказывается. Отказывается, надо отпороть. Нельзя, девочка. Понял. Тогда надо забрать еду. Заставить, ну, или договориться. Чтобы под пол с мертвым ковриком поставить. Или договориться. Как лучше лежать? В идеале голая на голом. Так больше контактов. Но, правда, так никто не делает. Потому что ухаживать за ковром надо. Ну, хотя бы просто. Потому что в керамике, особенно в Германии такой, композиция самой керамики, в ней есть, например, германий, который влияет и на клетки крови, и на противораковый иммунитет. Кроме всего прочего. Потому что, чем больше контакт с этой керамикой, тем больше эффектов именно качества камня отражаются в организме, если сказать грубо. Да, это немножко разные, они технологически производства похожие. Но та, которая вот эта керамика в этой компании, точно на порядок лучше, чем вот эта. Именно по составу Германии. Но этот аппарат сам по себе для ног, он крутой. Он, ну, самый, у именно такого образца, он самый лучший. Именно для ног. Так. А имеет значение, вот, процент камней, например, у одной фирмы больше Германии, у другой фирмы, наверное, больше Турмодина, третьей фирме? По керамике дам исчерпывающие консультации, но мне для этого надо понимать, что мы с вами, какие вопросы, какие продукты, какую компания обговаривает. Разные компании по-разному сильны в одном продукте, например, слабее в другом. Это надо, например, если проблема, не знаю, как правильно сказать, например, орган какой-то, да, человек хочет вывести, это имеет значение, процентаж этих консультаций? Да. Для каждого органа или системы есть своя формула. Вот ту формулу, которую мы преподаем и изучаем. Схема оздоровления, например, головы. Или схема оздоровления органа. Или если диабет, то это голова, орган плюс кровь. Или голова, орган, кровь, ноги и глаза. Там может быть пять задач при диабете. В зависимости от той формулы, которую мы рисуем, как идеальную, мы уже смотрим, какое оборудование первое нужно, какое обязательно второе или не обязательно, какое третье. Если человек даже покупает все, все равно мы рекомендуем внедрять не все сразу. Потому что могут быть такие ситуации. Когда грязи накопил за 20 лет, она раз, вся вылезла в кровь. То есть это вот то, чем занимаемся мы. Уже как после базового курса, у нас есть годичный курс, и человек сам может это все изучить. Есть экспертная группа ассистентов моих, где мы помогаем всем остальным. Это все настроить, понять, какой продукт лучше. А если стоит задача выбрать тот или иной коврик, например, то мы тоже можем здесь помогать. Качество оборудования в разных компаниях я знаю. Где цена, какая лучше, БУ или не БУ, или новые. Все, консультации мы даем. Да, конечно. А срок годности? Срок годности чего? Ну, это вот даже коврика, он имеет вот это? Годности нет, потому что камни, они бессрочные. Или основной нагревательный прибор, вот, например, в этом ковре уже хороший максимально, есть еще лучше, они же технологически растут. Все ремонтируется, где у вас и как, это знает больше Наталья, то есть техобслуживание оборудования происходит без проблем вообще. И опять же, есть оборудование, которое по виду могут быть похожи, а качество совершенно другое. Это как и все, что производится в Китае. Например, в Китае производятся айфоны идеального качества и телефоны за 100 долларов, которых хватает на 2 дня. И они по виду могут быть одинаковые. Точно так и с оборудованием. Мы в этом смысле тоже можем помогать найти оборудование хорошего качества по оптимальной цене. Техобслуживание без проблем происходит без проблем. Опять же, и, по-моему, Дима помогал тоже, да? И не только Дима. Да, вот у меня есть сеньор-инженер, у которого случилась проблема с мерклым поясом, мино-стимулятором. Ну, в течение 10 дней нам его сделали. Логистика в Евросоюзе шикарная. У меня лично дома испортился маленький коврик. То есть перестал греть. Мышь у него здесь. Есть поломки минимальные. В общем, все ремонтируется. Все ремонтируется, все делается. У меня кровать уже 10 лет. Стоим дома и, слава богу, мы пользуемся. И претензий к ней никаких нет. Ну, вот есть изготовление, я читал, в интернете. Вот есть и корейские, а есть и гром, но у нас их делают. Проконсультирую вас и по этому вопросу, но не публично. Там есть нюансы, которые надо обсуждать. Это же наши, они могут все. Там надо понимать подводное течение. Расскажу про консультирую. Александр, скажите, а в 3 годовом ковринка можно на кровать? На кровать надо понимать, с какой целью. Ковер с первого дня. То есть коврик с первого дня вообще всем людям на планете Земля. Дальше ковер. Кровать, ну вот такая кровать хорошая. Там каретка имеет форму четырех роллов. И там можно, в принципе, с трех лет уже пробовать делать массажик. В ручном режиме. Не автоматическом поле, а в ручном. Можно. Если есть смысл, если ребенка размер уже там позволяет, то можно уже с трех лет. С шести точно. Отдаем школу уже, кровать надо прописывать ему. А с трех, если нужно, то можно. А лучше ребенка спать и какого-то императория? На ковре? Спокойно, 55 все дети переносят, 50 без проблем. Эпизод должен быть вечерний, глубокого прогревания позвоночника для иммунитета. А сон, 50 без вопросов, все дети учатся. Ну их надо как? Обмануть как животного. Ребенка можешь обмануть. Например, поигрался, поигрался, поигрался. И вот вы знаете, что он сейчас ляжет и уснет без задних ног. Вот на ковер его срадочку. Он просыпается уже на ковре, уже привык. Я себя так обманул. Любилой приучил спать на ковричку. Я, допустим, не жиры, не переношу. В данный момент хожу к на ковре. Только не на ковре. Только не на ковре. Вот этот массажный я обожаю. Мне очень нравится все. У меня мышцы были. У меня был с отпуском. Монетика, кирпич какой-то. Мне эти ножки разработали все. Но я жиры не переношу. Я вам могу дать бесплатный один урок. И вы поймете, что вы переносите и жару, и холод. Ну реально, мы, например, практикуем хождение в сауну, баню с холодной водой. И вот все приходят и начинают, я холода не переношу, а я жары, а я и того, и другого. Вот так вот раз, и все начинают все переносить. Переношу, не переношу, это программа опыта, которую надо отключить. Я привожу пример. Говорю, вот подходим к холодному ручью зимой. Говорю, вот как думаешь, вода холодная? Да, холодная. А ты ее пробовал? Нет. А что ты уверен? Опыт сказал. Потом мы опыт отключаем. И с первого раза все зимой погружаются в холодный ручей. Дело в том, что я как раз в этот холодный ручей могу погружиться без проблем. Точно так жару. Точно так жару. Нет ощущения, что у меня сердце будет. Вот правильно, то, что ощущение. Это мозг. Это же как голодный, знаете. Вот я сажусь, захожу, забегаю. Первое, второе, третье. И компот. Это кто сказал, желудок или мозг? Мозг. На основании чего? Опыт. В данный момент ему надо было съесть одну тарелку супа. Подождать 20 минут. Выпить пол-литра воды. И он уже все нормально. Но вместо этого 5 порций все оседает. Это мозг. Но как его обмануть, могу уроки давать. Скоро будем. Как обмануть мозг. И вот Наташа, она мне прижигает себя. А я боюсь. Теплая, я боюсь. И тем более, что у меня. Считаешь, как у меня? Объясняю. Целые, у нас есть целая сессия. И я дополнительная в третьей сессии. По щитоидной железе. Щитоидная железа, вот если мы с ней будем говорить, мы все поймем. Она живет на шее. Щитоидная железа. Она вырабатывает гормоны. Которые содержат йод. Обязательно. Но йод нужен организму. А не щитоидной железе. Потому что когда спрашивают, что нужно в щитоидной железе. Йод. А он и сто лет не нужен. Он нужен дальше. А вот что нужно в щитоидной железе. Вот у вас спрошу. Сколько у вас лет гипотиреоз? Сорок лет. Сорок лет. Вот расскажите мне, что ей надо. Первое, второе, третье, пятое. Я принимаю. Я у тебя такие сегменты. Мне сказали, что это мой хлеб. Сначала был узок. Я в Харькове лечилась. У Шельченко или в эндокринологии на померках? Я понял. Да, да. Хорошо. Вот классический пример. Сорок лет болезнь знаю. Как здоровье я не знаю. Потому не выздоровею. Предлагаю от гипотиреоза избавиться за полгода. Максимум. Только выполнить все на сто процентов. Для этого надо понять, что щитоидная железа жестко подчинена мозгу. Мозгу. А мозг зависит от шеи. От стресса. То есть помните, мы говорим, стресс, кровоток. Шейный отдел. С7, который надо массажировать. А там у вас холка. Это же не холк. Наташа сейчас массажирует. А вы знаете, что это седло? То есть это для детей и для мужа. Чтобы было удобнее сидеть. Да? Я угадал? Итак. Стресс, кровоток, шейный отдел. Дальше. Щитоидная железа плохо себя чувствует от ультрафиолета и радиации. А у вас ультрафиолета точно много. Так вот. Защитой природной от ультрафиолета является инфракрасное тепло. Знают все эндокринологи и дерматологи. Человек, который подвержен риску ультрафиолета, должен обеспечить себя инфракрасным теплом. Дальше. Когда... А, она плохо переживает токсины. Любая интоксикация, включая банальный запор. Вот могут быть повреждения. И для этого нужно восстанавливать иммунитет и прижигаться в том числе. Это одна задача. Ну, как бы вот эти задачи. Вот эти задачи оздоравливаются оздоровлением шеи. Вот эти задачи. Задачи. Вот зоб. Зоб. У меня начало зоба. Я... Слушайте. Зоб. Повышенная, пониженная функция. Это влияние мозга. Это не проблема щитаидной железы. То есть, ДНК, она у вас нормальная. Но, какая будет размер самой железы, какая функция, высокая или низкая, это решает мозг. Он ее командир, хозяин. Поэтому, при зобе оздоравливать, как и при повышенной, пониженной функции, оздоравливать щитаидную железу неправильно. Мозг правильно. Шейным отделом. Дальше. Что вы делаете, когда вы принимаете заместительную терапию? Об этом никто не знает. Никто не рассказывает. Условно говоря, гормонов должно быть 10 каких-то единиц. Мозг решает, чтобы всегда было 10. Обратная связь происходит плохо. И выработалось 10. А до мозга, учитывая его плохое состояние, дошло якобы 12. То есть, мозг это считал в крови, как 12. И он дает команду понижения функций. 8, значит, надо в итоге вырабатывать. На 2 ниже. Ну и, короче говоря, вот так появляется пониженная функция. В это время вам дает гормоны. И мозг дает команду 8, а считывает постоянно 12. Еще ниже 6, опять 12. Вам же добавляют препараты. В итоге вот это протезирование функции приводит организм в замкнутый порочный круг. И тогда вам доктор правду говорит. Вот это ваша теперь норма жизни. Он из этого круга вас не собирается даже выводить. Своим подходом доктор классический, он никогда не выведет вас. Потому что, чтобы выйти из замкнутого круга гипотириоза, надо вот здесь понять, в чем дельта. Стресс, кровоток, вот в чем дельта, где не хватает. Добавить. Добавить это на протяжении месяцев, месяцев, месяцев. Мозг в итоге каждую ночь все как бы лучше-лучше себя будет ухаживать. И потом вы уходите из гипотириоза. Потому что мозг стал хорошо. Но у вас же за 40 лет мозг никто не собирался лечить. Надо же такого не говорить. Это нормальная физиология. Третий курс. Во всех университетах. Мы не преподаем его. Да, мы преподаем ему потом болезнь. Норму не преподаем. Потому что к норме нужна технология. То есть вы пришли ко мне, я как доктор должен вам что-то дать, какое-то решение. А что я дам? Скажу, иди живи хорошо. А вы не знаете, как жить хорошо, потому что у вас стресс, остеохондроз и так далее. Потому что щитовидная железа оздоравливается великолепно. В среднем за 4-6 месяцев. От любых вопросов. Любые вопросы. Так, поставили ЗОП, первая степень, 3 узла есть. Помните, сказали, йода, марин, все, больше не надо и все. Здесь, здесь, врачи сказали, ну иду на культацию, но предварительно так же сказала, что все-таки в любом случае, какие не были бы там результаты анализов, надо удалять щитовидную. Зачем? Уж куда я знаю, зачем это врачи надо спросить. Вот так мне... А я больше ничего не умею, я умею удалять. Эндокринолог, вот так я сказал, в любом случае, надо удалять. Ну, опять же, смотрите, я как врач, например, я эндокринолог-хирург. И когда я вижу узел, у меня, я научен только одному алгоритму, удалять. Потом у меня закон обязует при виде узла удалять. Я как врач просто по-другому вам ничего не скажу. Надо ли удалять, когда есть узел, ну мы снимаем таких историй, десятки, 50, 100, наверное, уже есть, по щитаидной железе, когда узлы уходят. Почему? Есть иммунитет. Вот тот иммунитет, который рождается в позвоночнике, и потом плавает по крови. И если иммунитет приплывает к узлу, вот иммунитет думает по-другому. Иммунитет думает, что это чужеродная ткань, ее надо окружить, замуровать и скушать. Так думает иммунитет. Потому врач думает по-своему, и я не скажу, что врач не прав, по своей школе он прав. Но если вы работаете на иммунитет, и утром его зовете сюда прижиганием, через полгода узлов нет. Потому что иммунитет лучше работает, чем врач. Тут я точно скажу. То, что может иммунитет, мы как врачи не можем. Да, сейчас это мой любимый коврик, я без него не могу. И скажу вам первое время, да, это больно, да, это без... нет комфорта. Но после того, когда ты спишь всю ночь, просыпаешься, выспавшаяся, без никаких задних мыслей, и ты засыпаешь быстро и быстро просыпаешься, то это же счастье. В нашем возрасте не будем уточнять такое. Нет, пока еще не дошла до этого, но хочу, жду цветных снов. И я также хочу поблагодарить Александра Викторовича. Большое спасибо, мы вас благодарим. Я от имени всех своих присутствующих гостей благодарю вас, Александр Викторович, что вы нашли время, приехали на край земли, на край земли, и я рада за вас, что вам понравилась наша форта. Очень. Ладно, что жене понравилось. Если жене понравилось, то все. Считайте, что мы у вас уже будем еще. Да, да, да. Спасибо тебе, Людмиле, за то, что жене. Еще раз вас благодарю. Спасибо вам большое. Будьте здоровы. Спасибо вам. Сейчас вырезанную часы работы. Да, да, да. Часы работы мы работаем с пол первого и до того, когда вы не уходите. До последнего вечера. Продолжение следует...